Все озвученное, правда, до 99.42% Если постоянно гнуть свою линию, то получится замкнутый круг 3 октября 2013 года, 18 часов 05 минут по Таровскому времени В эфире 367 подкаст от канадского лося и компании Фатальный клик Вот, добро пожаловать в 367 подкаст от канадского лося и компании Так, что нам надо первое напомнить людям? Мы ждем ваших донейшенов Покупайте наши футболки, ставьте лайки В этом месте могла бы быть ваша реклама Если ты козырный пацан на деревне, заплатить денег за рекламу в подкасте канадского лося и тебе любая телка даст Так, отвертка в ухо Это к чему? Узнаешь Где отвертка в ухо? Не знаю, я так записывал Интересные мысли? Да, интересные мысли Туду Отвертка в ухо Ну, давайте Что, давайте? Это тебя две недели не было в подкасте? Рассказывай Что да как? Что нового? Я болел Где я болел? С кем болел? Я болел один и дома Как болел? Тебе желали выздоровления скорейшего Да? О, очень хорошо Значит, послушиватели волновались, переживали И говорили Про лосье такого не было Испоганили подкаст Говняки Да, кстати По поводу Через месяц у меня будет Этот Пилить будут? Да Лесопилка? Нет Лесопилка Руду копать будем? Сёрджеры Операция Да, так что у меня будет Полтлинение? Нет, ему будут коробку черепную расшилять Да А Мозги не помещаются больше В башке давят Процессор апгрейдить Ну вот Поэтому я не знаю, как пойдёт Меня доктор обрадовал, что по идее Я должен Почи дам Да, три недели я должен отдыхать Но потом я подумал, что может быть стоит всё-таки две недели отдохнуть Зато ты подкаст можешь записывать каждый день Да Потом я поговорил с боссом И подумал, что возможно стоит три дня отдохнуть Вот Что резать-то будут? Нос О, ты дождался всё-таки своего? Да Я сходил к этому товарищу А, точно, я слёг как раз после визита к нему А А Вот И, короче говоря, да, пришёл Мне даже уговаривать его не надо было Он говорит Спрой помог? Да Я говорю, нет Он говорит, ну замечательно, давайте операцию сделать Я говорю, давайте Я очень люблю Вот Он мне пообещал, что этот Выдаст кучу колёс А вот, Ваня Догадайся, каких? Перкассетов Ага Я так подумал, если он мне выпишет перкассетов, это значит, будет полный пиздец, я подозреваю Да Зато ты теперь можешь заодно попросить сделать себе красивый нос Ну, вот это не оплачиваем Ну, короче, я не знаю, мне надо будет ещё с начальником ещё один раз поговорить, так, для уверенности Я ему сказал, что я собираюсь три дня дома полежать, а потом прийти на работу Ну, скажи, что тебе надо Приди на работу, повязка такую кровавую на нос С этими самыми пластырями так прилепленные, знаешь, и так на нос кровопёрзка Слушай, я не мог не прийти на работу, потому что я тут очень должен Ну, после того, как все увидят твой кровавый нос Нет, потому что, если мне прописали таланол, то я бы ещё, как бы, мне пропишут перкассет, это значит, будет очень плохо Ну, наоборот, очень хорошо Да Принял и хорошо Ага И тебя сразу сбило и... Нет, там есть хороший шанс, что это на всякий случай Но, с другой стороны, если операция, то я думаю, по-любому ты дня три... Я думаю, прострадаешь Из личного этого, как он называется, опыта, когда они прописывают таблетки, я тоже после операции с этими зубами Вот, подумал, аааа, фигня, аааа, где таблетки, таблетки, где-то, где таблетки, ааааа Ну, я, в принципе, начальнику сказал, что я приду на работу, главное, мне нож в руки не давайте Короче говоря, да, я не знаю, как там пойдёт после операции и сколько я буду в ауте Я очень надеюсь, что я долго не буду в ауте, но я очень боюсь, что... Да, возможно, я не знаю А, ааааа, дисклеймер А сегодня у нас в гостях Владимир Володарский Всем привет! вообще ладно посмотрим операция недолгая но посмотрим как пойдет я подозреваю будет не весело но я не знаю это зависит от твоего определения весело чтобы шула операцию ну нас будут дрелать и отчет делать ним расширять проходы и вырезать там еще чего-то я не знаю чего они у нас постоянно забиты да у меня это геморрит в россии прокал делают прокалывали с прессом и выливают жидкостью не нет чтобы выливать жидкостью тяга и марвы паузы запитых возможно но он сказал что мне будут сверлить чай так что я сделал бродик внутри или засверлился не на серьезно он мне сказал что как бы там не реально будут сверлить поэтому я я я бы хотел дать более точной информации что-то вырежут и что-то прострелят готово а потом ты сможешь через нос так кость проставить как у вас срезай нос стрелок ну чё нас прочистили а кстати помнишь не так давно приносил статью в живом журнале по-моему где пули с беконом в россии но это было в виде шутки а вот в америке такую же хуйню сделали продают настоящие пуль антимуслимский забавно в принципе они наверное антиеврейские тоже будут евреям же тоже запрещено трогать свинину да но евреев никто стрелять не собирается не в америке не в америке да ну вообще да ты чё там как минимум так они а то ты не знаешь американцев делают оружие и продают всем кому надо то есть это будут покупать палестинцы и кто там еще воюет с израилем а подожди а нас то чё стрелять у нас все равно не будет это 32 дед и сколько там 72 дедственниц и рая они все идут в ад по любому мы туда все равно не попадем чё стрелять ну просто на свининке покушать зато будет выражение накормил свининой приобрело выражение приобрело новый смысл сейчас мы там муслинкой свининкой покормим да молодцы вот сделали бы бомбу лучше такую просто падает на землю а там большой контейнер со свиным дерьмом покрыла поверхность не 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 с кишками да с кусками свинины и всего сразу земля обетованно туда еще нужно насовать этих металлических осколков не но это не надо убивать достаточно просто свинятины забить но но смысл и все выпустимы уходят очень мирная оон бомба называется френдли файер и все такое им то свинину трогать можно просто вот если внутрь попадет ну нет нельзя они же даже это храм не могут потом они же потом на этой земле ничего не могут не построить не ходить ничего да ладно что издеваешься ну вот собирались мечеть построить в это в нью-йорке или где кто-то пришел сделал сделал видео как он закапывает туда свинью ну пререзали все и все земля скворнена и эти самые все да ладно гениально гениально в каких-то местах стали именно так бороться и потом ставят в знак что здесь была свинья закупана но отлично теперь можно там этот синагогу строить нам все равно по барабану нам свинья или нет уже не будет да хоть целая свиньи есть не будет вообще-то нет свиньи фирма то могут быть трупы могут можно я спрашивал тем более надо еще разобраться может свиньи на кошер на не может быть да эти уже есть кошер на звене на так что там принципе чисто теоретически свинина то есть я не я на самом деле не знаю как потому что я пытался узнать у этих мусульман на работе как у них халяви работает насколько через них строже поможет не то есть если это кошер на то значит а по повредению только реально да но обратно неверно не а вот насколько я понял у них какой-то черный список типа зверюшек которых нельзя жрать вот и плюс еще по моему там надо забивать их гуманно то есть им сказали свинью жрать нельзя и все и как бы больше свинью жрать нельзя у евреев же этого нету у евреев нету свинью жрать нельзя у евреев да правда если пар накопытная то это кошер на если самое тоже кошер на а если нету это не кошер на и свиня по условию по определению не подошла да то есть ее заставит только жевать жвачку и она кошерная стала то есть фактически в будущем человек какой-нибудь ученый может сгенерировать то есть генетическую свинью корову со вкусом свинины да 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 то есть она будет это раздвойная копытка а ты все тараканы тараканы вот что надо работать да чем вы че у вас будет такой импорт это все в израиль так кошерная свинина да там же не там в книге написано что нельзя свинью кушать там просто правила как только ты знаешь и в стейпменты проходишь все правила чек марки все кошерная резко становится вот так дура у евреев всегда так все хитрожопая минута ну чё они евреи вышли в финал значит был ли там типа эти римляне и евреи ну и где ваши римляне потом были гитлеры евреев ну и где этот ваш гитлер вот сейчас осталась компартия и евреи что вы хотите сказать рабинович что евреи вышли в финал сегодня такой слово интересное прочитал на этот самый слово дня на urban dictionary у них вот это вот не дума а право парламент нет не парламент сенат или параллель парламента в америке вот это у них есть власть сенат и этот house of representatives не короче парламент и вот этот глагол из этого слова сделали по парламенте это значит заниматься бесполезной хренью какой-нибудь вот и на русский сразу перевели газдумать в этом же в америке какая-то жопа настала с этим с правительством сейчас цирк с конями просто со слами и со слонами смысле а чё там случилось но бюджет правительство не одобрили самое прикольное что все 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 государственные структуры почти все ушли в неоплачиваем не не отпуск не все ушли в отпуск сейчас расскажу куда не оплачиваемый отпуск по сути с исключениями вот а все эти газдумщики и президенты все остальные получают заплату то есть денежки потом все равно вернут а исключение это граница эти товарищи сейчас сидят им нихуя не платят но они работают зарплату им не дают нормально да ну то есть они могут завтра выйти на работу тогда они увольны а беспровадно работать это можно да они обязаны по контракту ну это границы не дай бог тут канадцы привезут клюшки или вывезут этот самый ликер без налога они что с Путиным что ли посоветовали отличный ход да ну так а все остальные все правильно без этот Барак наверное позвонил Путина спросил слушай блин какого хрена у вас в стране такую распредвязь отчеты заставили к работе все равно у нас в россии постоянно как они работают за бесплатно смысле а так можно конечно попробуй тогда там пиздец полный конечно жалко товарищ не пришел сегодня но по сути там этот я я виню чисто республиканцев но это моя я часть они там причем лидерами ну как там весь основной сер в чем состоит что республиканцы не хотят подписываться под обама кера то есть обязательная страховка которая при по при при с поддержки государства вот то есть если не достаточно зарабатываешь государство будет или за тебя платить или часть платить или что-то но все обязаны иметь страховое страхование а вот а республиканцы против этого и вот они ни в коем случае не будут подписывать бюджет пока демократ не уберут страхование ну это обама кера по сути насколько я понимаю это основной как бы камень преткновения там еще наверное есть пара вещей но с этими они бы разобрались республиканцы очень хотят избавиться они же этот они же пытались убить этот билл сорок раз да я уже думал они его давно убили да они сорок раз но ничего еще можно еще 40 попробовать короче да и уже этот в новостях уже опубликовали что их не типа сенат ну вся вся эта балалайка это самый неработающий сенат по в истории в америке или что-то такое то если они законы не пропускают они хуйню и страдают с этим обама кера и пытаются все это учить скоро дума будет учиться до карта надо будет политической новости почитать да еще блин может еще посмотреть колберт да у меня он скачивается оправдываю затер так что отчет его затем даже я не собираю я смотрю и стираю смотрю и стираю как там у него столько всего в принципе да очень веселый что никаких хардов не хватит такая вещь которую можно посмотреть один раз скажем так заново смотреть не будешь есть только не собираешься резать кончеток деградами диджей не собираешься хотя бы хотя бы он иногда хороший прикол пока ну и в основном это стиль сарказма полного что он там типа он такой типовая республиканец я я типа католик все такое но и там потом начинается вот другого чувака мне не могу вспомнить его имя у него он раньше работал колберт у него вот этот стиль когда он сравнивает что до этого люди говорили что после этого и вот она берет там разных сенаторов вот так три года а грязные мексиканцы типа иммигранты паразиты все такое вот он закон пропущен пластинка в обратную сторону да значит но в новым там значит легальные работники приехали как они живут посмотрите все здорово ляляля мы за них боролись уже сколько мы все это все цело забыли о чем грязных мексиканцев оба макера и от самой церкви в американском правительстве но поговоришь этим пограничникам сейчас не платят богу это точно мне не платят они там такие все слушай так само время наркотики перевозить но они все равно работают я понимаю но если не платят и кому-то ты им надо платить а вот конвертик а вот ваша зарплата на этот месяц что это такое ваша зарплата за этот месяц сэр такой о я как раз ждал а вот моя зарплата ну проходи там везешь за ничего блин чай канадский чай а что в карманах карманах зеленый чай полтонно расслабляющих веществ чай слабительная это как этих блин чудиков привел к доминику смотрят на блин ну они нашли виду ну у этого тима с день помню алексова по-моему зовут другой чувак вот у них у обоих виду ну такой был знаешь оборванцы оборванцами он на ее смотрит у меня там наркотиков не будет вы там не торгуете наркотиками я говорю да нет нет они не торгуют там это самое recreational use да но торговать нет мне нравится выражение recreational use да это вот так вот посмотрел надо я в принципе а в смотри нормально немного знаешь спустил то пары на секунду такой да я был молодым я имею ввиду чуть было не проговорился что именно он делал когда он был молодым да так что у меня был на неделе запорол подкаст дважды почему тут успешно записала бета-версию 600 366 подкаст на то надо это альфа-тестинг это было альфа-версия что-то надо спин контроль вами но потом отремонтировал правда некоторые почему-то жаловались говорят у них там это это тролли тролли этот подкаст все равно звучит плохо пацанам надо записать еще один исполняем попросили исполняем кто-то сказал что плевать хотелось не знаю с чего бы как мы про кошечек а да я святое покусились кошечки так это ты меня блин а самое на кошек толкнул ну или другой вариант возможно у него там ранняя стадия развития черепно-слухового как черепно-слуховой болезни знаете когда там что-то играет у тебя сносит этот центр состояния о серьезно ну конечно там есть вестибулярные аппараты грандация да то есть там что-то играешь он начинает сходить с ума и ты не можешь стоять правильно у тебя начинается муша так мы можем подслушать или убивать нет у него просто развивающаяся болезнь благодаря этому подкасту он узнал что она есть ну как бы да видишь ты со стимулировал приступ приступ начинающейся болезни если бы не прошлый подкаст он возможно бы никогда не узнал что что болезнь начинает развиваться дружище сходи к врачу возможно у тебя реально какие-то проблемы со слухом если вам не понравился этот подкаст запишите сами в дисклеймеры этот подкаст можно принимать в медицинских целях в целях самодиагностики если прослушивание данных вопросов вызывает у вас боль ниже поясницы у вас bad hurt если вам не понравился этот подкаст то можете сходить к врачу вы скорее всего болен и власти вашей фунт на пол ай чё поможет не растопчите ногами у нас как-то вы высказать неприятность подкасту кстати говоря об айфоне на этой неделе нашел 4 айфона 200 баксов он дорого да я не стал быть но он уже в принципе давно был за 200 баксов до 4s фс нет для журнале а просто что просто ну ты отстал чего как голубик на балконе полгода назад видел 4 за 180 вот я говорю на юм какой-то я на этой неделе смотрел я задумался на секунду потом подумал наверно он уж слишком а это новый чувак нету на реформе а лучше уж юзан и брать вы не то открыл у не то нажал чё не тушу я сиськи отвлекли до на центральной странице о какие кожаные наушники но подкасты а папа бай поды так что ну ладно не я тоже подумал чё дороговато никогда не будут за 100 баксов да за 100 баксов можно было бы взять это только 4s 5s тогда можно стиви был просто супер троллем напоследок блин вот вам айфон для жопа я пошел посмотрел я кстати этот джобс фильм который у тебя был ну да вот если бы вот такую качество картинки и сюжет типа пираты силиконовой долины вот это получил бы суть получился бы суперфильм потому что самый пират и силиконовой долины там отличный сюжет но съемки так себе да ладно а здесь наоборот мне силиконовая долина больше нравится но я чему говорю все сюжет в долине гораздо лучше да там там и гейтса хорошо показали почему он даже похож был внешне да и джобс был похож не а здесь в наш выкопали этого кучера там наш когда его может типа постарел и все так он вот так ведь заметно что он наш наложили план чем критики фильмов то зачем критик критиковать джобса про мертвых хорошее кино да вот мы переходим к следующей части научно-познавательное давай мальчик а с пляшином что с пляшите а я тут причем я думать не был я был я на этой неделе вот познавательная часть подкаста на этой неделе я побывал число случайно да да случайно мы все поверили как ты совершенно случайно проходил мимо и зашелся это когда ты болел не на следующий день нет нет я не проходил мимо я проезжал мимо не то чтобы я проезжал мимо меня провозили мимо ну ладно короче говоря забавная вещь все-таки секс-шоп там столько всего интересного продается люди знаешь основное отличие людей в россии и людей в америке по отношению к секс-шопам и предметам из секс-шопа окей нет не знаю американцы покупают в секс-шопах предметы для того чтобы выебать подругу ну или жену ну да в россии покупают секс-шопе предметы чтобы подъебать друг друга серьезно ну да давай подарим ему резиновую куклу вот пускай пацаны поржут или вот дилда он теперь будет не будет знать куда деть его случайно найдут дети будут ржать а на youtube то но кстати хочу сказать что я когда зашел секс-шоп что ты купил лучше расскажи я я ничего не покупал что будешь покупать каблуки смысле туфли тебе не я я и так высокий спасибо даже дальше а я долго искал clear hills и по-русски а вот и тушки шпильки типа да и тут поскольку я случайно туда попал посмотрел там реально продаются такие классные прозрачные те да вот но я когда зашел подумал какого рода женщины а там женщины работают должны отработать я думал какие-нибудь какие-нибудь бляди извиняюсь за выражение но потрясающе клёвые тёлки они так хорошо все рассказывают потому что я спрошу а что вот типа зачем это давайте я покажу это представление было такое да давайте я вам покажу да она так здорово там все рассказывал показывала а это маленького размера только его не надо совать там да-да-да это до а это после это на член одевается место да да это вообще хрень не на такой сервис да не реально профессионально реально да то есть я как-то всегда боялся секс-шопов потому что когда зайдешь типа знаешь чё вам дилда нужно знаешь такое отношение нет абсолютно такие любви смотрите смотрите он в конце концов он шел покупает ха 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 не я думаю на самом деле если это зайдешь в канаде туну подойдет к какой-нибудь покупателю скажешь не 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 я вот этот пробовал и возьми вот этот лучшим а она не да сразу же советчики набегут это будет сходить канаде вот командир мнение здесь здесь есть но если там то на есть один недалеко от чарльз потрясающе очень классно в общем я советую всем зайти в шок и на этом на на дугале это очень здорово там есть некоторые вещи которых я даже не подозревал на дугале говорят хорошие там там и сам да 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 рома сливы да там смотрите просто просто продаются такие огромные черные члены и когда увидел ну нихуя себе вот жизнь у них еще больше а там еще забавно я подумал может быть я приколюсь поеду то куплю попугая электронного вот только он необычный попугай электронные вот он типа матерится на тебя я хочу кому-нибудь подарить на новый год во русский человек поехал секс-шоп подлепнуть кого-то вставай твою мать да вася вася вставай да нет вася весь вставай не а в общем классно секс-шоп это здорово там столько все там даже карты есть о там ботинки с этими играла с золотой рыбкой есть нет это не видел в америке золотая рыбка не пройдет ванью там же тут всех human rights активисты но хоть пластмассовую туда засунуть более 0 не видел на пластмассовый это чё секс-шоп что ли прошел на подделки в семье нет там здорово там столько разных дилд было это классно там там есть обычные дилды есть буллет буллет типа пули то что называется я не знаю разницу и особо не вдавалось подумать так здорово выстреливают если чё да нет это здорово я я понял меня у меня у меня у меня шопов я теперь буду ходить каждый раз знаешь как классно они тебе там скажем такие лащеных хотите вы такие лащеных хотели у нас есть такие вот это здорово и кстати недорого там абсолютно недорого не они там свободно могут продавать как бы полу нормальные вещи которые в обычных магазинах постесняются ну как бы знаешь ну например ну например кожаные штаны понятно же хорошо в этот магазин да и вполне нормально продавать всю экипировку там все что тебе надо наручники нет нет там были я еще для косплея да там было еще джипонез роб меня немножечко и по японская веревка которого меня немножечко как бы так я я никогда я никогда не знал не догадывался что чисто японское изобретение веревка не там баня объясни ты лучше у тебя больше методика связывания да да я знаю чуть-чуть на до читая одного мужика он отлично дает уроки связывания у него он так вяжет просто прелесть недавно такой свитер связался просто я думал ты реально читаешь про японскую есть бандаж ну мы про ту говорим или мы не 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 бандыч это это не то бандыч это не то бандыч это типа этот это ремнями связывать и так далее в японской японская вязь она как как бы тут завязал морской узел тут же за морской узел ноги завязал узлом типа того да но но она имеет смысл там сиськи обвязываются дан там этот типа правильно связать чтобы натягивала правильно потом их можно подвешивать нет девушек ну ладно хочу видеть в секс-шоп ходилки стоит и не на сиськи подвешивать мне не знаю как я не должна быть чтобы не знаю я так и не люблю дабл джи так начнем этот чувак был один он свою жену заставлял увеличивать увеличить увеличивать грудь и однажды она во сне его задавила грудь и он задохнулся да ладно не может быть попробуй когда тебя обрывают это дыхание закрывают должен автоматически проснуться и что-ка не она его каким-то не придавила придушила не все это вот такой бюст получился то могла как раз и придавить смс он даже он сам елки да ну на тебя наложи 100 килограмм этого папа подушку 100 килограммовую положить как же она хотела не знаю спина у нее наверное вообще пипец было короче классно люди я советую вот как сходите в секс шоу совет от канадского лося всем секс шоп ну это закончилась образовательная часть ничего нового не узнали как это образовательная часть я не знаю я вам не рассказал что куда вставлять чем можно что делать а то ты донес информацию что я был секс шопе клево всем секс шоп а где образовательная часть где информация полезная для подвесной информации я сказал что там профессионально работают и объяснять как зачем и где и почему и куда ну да я такого обширного опыта нету саванья начиная я просто было предвзято отношение поэтому я всегда как-то брезгал думал там наверное знаешь придешь и тебе чем заявят они хорошо потом работают дешевые героиновые шлюхи да то там продают сами себя и оказалось как японскую веревку вязать ну он видишь висит а вот на этой неделе меня подсадили к одному программисту на работе и моя жизнь превратилась в ад в общем да если бы он был гей в общем-то товарищ программии смысл подсадили ну варой работе ну как бы там в один кубиков одну комнату когда как на одном заднем ставить за одним столом в общем я в этот сидел там 7 целый день после чего вышел и подумал что какой-то я студент зеленый первогодка потому что чувак парил на этом на intel и джей на такой кошмар как он быстро программировал и четко и такое ощущение что это просто я не знаю где-то очень тяжело описать но шокирующие очень 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 шокирующая то есть не может она чаю всю жизнь работал но на джаве всю жизнь работал данного как бы настолько настолько быстро писать глаз и это и нет ни классы как бы там наш не нет ни две переменные три метода как бы в реальные классы штамповать потрясающе вот нам еще кстати купили на работе этот intel и джей так что я уже ты знаешь это очень странно но очень классный он очень классный объяснить ну как бы на поверхности там со стороны разницы большой нет ну там интерфейс чуть по-другому но по сути то же самое проект там во первых там много проектов нельзя в одном окне держать то есть там в одном окне один проект слева у тебя там этот навигация там справа у тебя всякие примочки прогнать там скомпилировать протестировать там еще чего-нибудь еще в нем есть импорт из эклипса да это тоже не умеет внизу там у тебя консоль еще какие там займу фактически похож жутко на эклипс а вот но просто все приходит из коробки и не надо например я под эклипса так и еще не настроил мэйвен и сколько я с этим делом ебался и трахался и так еще она там не работает он даже в секс-шоп поехал да а с интелли джей все приходит из коробки и она жутко то есть там они сделали так что тебе она жутко помогает например ты пишешь скажем о там ты ты логгер до определению класс логгер даешь веребал равно новый логгер поместить этот класс в логгер ну логгер у тебя нету ни импортов не библиотеки вот это уже подсвечивает я не знаю что такое проверить интернет окей хочешь сделать это типом и в индепенденции окей автоматически симпортировать окей и все это изменил то есть ты говоришь найти в интернете эти сразу дает кто на какие есть компании которые ну смысле которые написали логгеры какой вставить вставить это пачек скачал вставил готово то есть там вот это вот нету то что ты много времени теряешь на всякое говно там вот это вот нету там вот просто шляп 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 то есть все вот под куча подсказок причем никаких то там нам нажал и как бы кому он сегодня давай он тебе а да этот класс там где-то чего-то там где-то я видел такой класс а точно ну вот же так вас да а там просто раз-раз-раз и прямо вставляет он тебе дает вот именно то что как бы по большинству то что ты имел ввиду то что ты хотел на самом деле сделать но просто хорошо этот догадкой к ней работает быстрее надо надо перебить ничего чего канадский лось рекомендует до таким звучком вот и поэтому в общем скажем темп работы нарастает серьезно вот и самое еще прикольное это мы сейчас мы его нам там ебёмся на работе а вот и фишка в том что там есть автозаполнение мэйбана вот то есть ты например пишешь а когда называется dependency делаешь а потом у тебя должны быть три поля компания артефакт версия а вот и например в этом в эклипсе это должно вытягиваться окно в окне ты пишешь там апачи он начинает думать еще чего-то здесь прямо в текстовом самом редакторе ты там пишешь апачи там он тебе раз можно дополнение сразу видеть то есть там надо полное расширение написать потом какой-то хочешь артефакт можно прямо сразу же вот знаешь такой дроп-даун можно сразу все выбрать то есть по сути как бы очень все похоже но там просто просто отполировано хотя там тоже есть свои глюки этом пару нашел но по крайней мере не так как в эклипсе в эклипсе конечно так что но ты сравнил open source и профессиональный продукт но собственно так и есть дай единственно 200 баксов но зависимости сколько ты зарабатываешь поэтому вполне возможно это как как хороший электрик почему бы не купить себе этом платиновые пассатижи и хорошую отвертку если ты на этом работаешь и тебе выгодно чтобы у тебя инструмент работал отлично тогда будешь быстро работать конечно не так что того глядите а током убьют потому что инструмент и пуп китайских некоторых работах там хе-хе там это гораздо чувствительнее из-за тебя правильного инструмента нету то ты скорее всего запоганешь вообще все ты даже для себя это работал дома программировал учет через сколько-то эти 200 баксов отбился так нормально писал программы может быть за несколько часов и я я уже об этом начал в эту сторону соображать но пока пока еще как бы не пока еще недостаточно вот единственное просто вот этот радует меня жутко пара хорошо что что меня реально сейчас напрягается клипсом это вот эта интеграция с моего на данный момент вот это вот реально напрягает все остальное некоторые вещи например мне выключить больше нравится этот джей юнит как они отображают этот тесты когда ты прогоняешь например тест проваливается вот это там полного выделяешь и у тебя показывается то есть у тебя там есть строка обычно ты пишешь а черта одно равняется другому и короче тест проваливается он тебе в концу в консоли текстовом выписывает типа левая сторона что пришло с левой стороны что пришлось правой стороны вот в интелли джей такого по дефолту не возможно как-то он и делает но по дефолту нет и мне это например не нравится там надо как-то или самому выводить и провалил а у тебя просто говоришь провалилась но теперь провалилась там куча ошибок тебе дает еще чего-то но вот это вот как бы ну или есть там нет ошибок а просто провалилась то там правой левой стороны нет ну как бы посмотрим но из к из коробки интелли джей интелли джей намного лучше из коробки потому что там там уже все готово вперед только программировать а еще с интелли джей приятно это уже это уже такая дискуссионный вопрос в эклипсе например ты если тебе нужны какие-либо добавки к ли evelocry ты ставишь плагины вот например телу жена тут у гид ставишь плагин им тем же нами и ставишь плагин вот и по сути плагины внесут с обоих все нужные файлы но тут этот git не надо инсталлировать на систему в интелли джейта вот такого нет там у тебя должен стоять и таня у тебя должно стоять mail то есть там то есть там как бы настройки если этих всех вещей но мы должны находиться на То есть он обращается к системному Гиду и к системному Мэйвену И к системным инструментам В общем, канадский лось рекомендует Абсолютно Надо посмотреть, может найду где-нибудь И самое приятное, что если вы Разработчик Ну в принципе разработчики, я думаю, и так это знают Что самая прелесть у этого IntelliJ У них есть Community Edition Которая в принципе практически полностью Все то же самое, за исключением там Специализированных моментов Да, там есть просто Некоторые болявые моменты Вот этого как раз нету, там этого, как его называют Грельцев Грельцев там нету, то есть класс для грувей Ты можешь создать А интеграцию с грельцами ты фиг получишь И он тебе ничего Только в платной редакции Да, и что-то я там еще искал И что-то я там не увидел, я не помню что Там, по-моему, то ли SVM из коробки уже не приходит в комьюнити Потому что там гид есть точно А остальное, это, CVS там точно нету в комьюнити эдишн И хотя, в принципе, кому нужен, но не важно Вот, и как бы Я, скажем так, я еще поработаю на Эклипсе стопудово дома Потому что, по сути Скажем так Справедливости рали Окей? По сути, все, что ID делают, это просто Увеличивают скорость твоей работы Но при этом это тебя не освобождает от ответственности Если ты не понимаешь Maven, то, что тебе дали плагин Не плагин, а Ну, в Эклипсе плагина Там у тебя есть коробки приходит Да, то есть тебе не нужно тыкать что-то в командную строку Это абсолютно не значит, что ты резко можешь пользоваться Поверьте, я попробовал Я попробовал Во the fuck, что это за говно Жмешь, жмешь, ничего не делается Потом книжку прочитал О-о-о-о Да-о-о Строка Не, строкой до сих пор не пользуюсь ни за что Не, а просто, например, там Ну, жмут, типа Инсталировать, инсталировать, инсталировать А какая разница про инсталировать Что такое продеплоить? Да Какое-то одно и то же говно. Или там жмешь, почистить, проинсталлировать, почистить, проинсталлировать. Вот, например. Да, а человек, который как бы знает, каждый раз в мейвее прикол. Там первый цикл, цикл есть для обработки, ну, компиляции программы. И у тебя там идет первый это почистить, потом validation, потом compilation, я не помню их все. Но фишка в том, что они в иерархии, то есть они идут в определенной очереди. И чем дальше ты кликаешь, все перед этим исполняются. То есть, например, когда ты нажимаешь installation, он тебя автоматически сперва вычистит, потом validation, потом compilation, потом тест и только потом инсталляция. То есть, не надо все это как бы кликать. Ну, это просто на случай того, что не освобождает. Ну, и потом, например, тоже там в эклипсе. Я, типа, нажимаешь правый клик на проект, такой, говоришь, конвертнуть, типа, твой Java проект в Maven проект. Ну, он там что-то там, видимо, в настройках поделает и готов. Ну, я такой сижу, такой, о, класс, у меня Maven проект. Ты чего ничего не работает? Вот, ну, прочитал книжку. А ну, да, там нужна специальная структура мейвенская. Типа там, ну, папки должны быть расставлены как надо. Поэтому кликанье, этот, как это, интерфейс для кликанье абсолютно не освобождает от незнания. А могли бы сгенерировать? А могли бы, да, а могли бы сгенерировать, когда переводят. Только за 10 баксов они не сгенерировали. А в IntelliJ я не знаю, я не пробовал. Вот. Не, да, когда ты готовый проект, хотя, кстати, надо будет в эклипсе тоже попробовать. Потому что я всегда на готовый проект надевал Maven. Я никогда не пробовал сгенерировать Maven проект. Я думаю, если ты его начинаешь генерять, с самого начала он, скорее всего, генерирует папки. А когда ты его прицепляешь на готовый проект, он тебе, скорее всего, ничего не делает. Как он это не делает в IntelliJ, так же он тебе и не делает это в эклипсе. Вот. Ну, вот так. Так что. Посмотрим. Посмотрим. Ну, в принципе, да. Очень интересная вещь. Я просто очень рад, что у меня появился шанс попользоваться. Ну, и ты рад. Ты доволен софтиной. Да. Понимаешь, как бы, я еще посередине. Проблема вот в чем. Хорошо. Эклипс медленнее работает. Вот это стоп ново. Там бабки ходить не надо. А потом из коробки он не такой обширный, как хотелось бы. То есть там надо плагинчики ставить. Но, по сути, я подозреваю, что можно его настроить до степени, что он работает хорошо. Я уверен, что нельзя сделать, чтобы он работал точно так же, как и IntelliJ. Хотя оба работают на Java. Но все равно Эклипс медленнее. Но я не думаю, что даже со всеми плагинами будет работать настолько хорошо. С другой стороны, как бы, идиокрасис, если в том и в другом. Ну, поэтому это абсолютно. Короче, Mac и Linux. Я не думаю, что это прямо так, но... Один надо настраивать, а другой работает из коробки. Ну, в этом понятии да. Но во всем остальном, не знаю, я пока еще на Эклипсе для себя посижу и там стопудово. Ну, просто получу сейчас опыт с IntelliJ на работе, тогда уже буду точно думать. Ну, надо будет самому попробовать, если он работает быстрее. Потому что меня, если честно, напрягает вот этот Эклипс. Тем более, с твоим компьютером. Да. Да, он это реально, блин, напрягает, как он иногда, блин, долго занимает вот это, чтобы он что-то там сообразил. Хотя, с другой стороны, я не совсем могу все-таки говорить в сторону перформанса IntelliJ Eclipse, потому что у меня Эклипс на моей машине тоже летает. Я иногда забываю, что на работе 32 гектара памяти и 8-клорный процессор. Извиняюсь. Ничего, я приду, я у тебя... Куда, на работу? Приходи. Сейчас паспорт получу. Пропустили. Да ты что, там злобные товарищи на входе. Серьезно? Так, так. Ну да, там просто так тебя не впустят. Там нужны карточки, потом там люди стоят. Которые тебе по имени знают? У меня, да. Вот, и потом уже приезжаешь на этаж, там еще опять карточка. Ну, Виктор, давай, что у тебя было? У меня, да ничего у меня, собственно, не было. Воз сходил к доктору сегодня. Потрогали меня в разных местах. Тебе понравилось? Ну, я не знаю. Собственно, как бы такой и был проверка тестовая организма. Ну, там потрогали, там потрогали. Вроде все у тебя нормально. Там первичные анализы вроде тоже нормальные. Так что, сдавай клуб, будем посмотреть. И все. А так, ничего больше. А больше ничего интересного. Я что-то в последнее время немножко загрустил и думаю, не съездить ли мне в Россию. Или не уехать мне вообще туда, в Россию. Это интересно, Амур. Так что вот... Что ты меня за это самое... Че это тебя? Ну, как-то не знаю. Наверное, надо было мне сюда все-таки в детстве проезжать, чтобы я как бы синтегрировался с обществом. Чувствую я немного, знаешь. В принципе, я и дома-то в России был немножко, это, нет мира сего. И здесь, в принципе, мне еще сложнее с иностранцами и прочим. Ну, так что ли? А ты, это, знаешь, сразу плюхайся и все. Быстро привыкнешь. Сначала небольшой шок, а потом быстро привыкаешь. Первые два года неудобно, а потом... Да, я не знаю. У меня с этим опыта нету. В смысле? А, с общением? Нет. С людьми? Да. Я просто знаю одно, что Руслан тоже первые 10 лет орал, что надо в Россию ехать. Ну, а дальше мы знаем. Ну, это я так. А, у меня тоже не особо неделя была. Давай возьмем перерыв, я хочу покурить. Ну-ка. Мы к вам скоро... Минуту. Загрузилось, неужели. И правда загрузилось. Так. О чем мы говорили? Мы говорили про бундочку. Да, про Intel и DJ, что-то там еще такое. Да. В общем, интересно. Люди, в смысле, те кто, попробуйте. Спирайте на пиратской бухте, поработайте пару дней. А так чисто скопировать ее, взять паблик-версию нельзя. А у них разве есть trial? Ну, у них есть это, комьюнити. У них есть комьюнити-эдишн, который практически все то же самое, кроме там какие-то ограничения. Ну, в общем, посмотрите на ограничения, или то, или другое. Ну, вот так. Поиграть есть недельку, скажем так, и посмотрите. Там шуркатов много, так что, возможно, займет некоторое время, чтобы привыкнуть. Ну, да. Так. Попробуем, попробуем. Что у нас там еще? Много работы, мало времени. Эх. Да, много работы, мало времени. Что-то поговорить про это не очень хочется. После сегодня неохота. Нет, я уже устал. Я сегодня... Вот видишь, как тебя работа удовлетворяет. Пшшш. Я очень рад по одной причине, потому что они мне дают вещи, которые я ни хрена не знаю, как делать. Вот. Что очень больно, вот, но потом как бы приятно. Я правильно высказался? О, да, правильно. Там голову очень... Тут вообще практически невозможно понять тебя превратно. Ну, как это, где-то две недели назад мне дали типа веб-сервисы писать с их непонятной спецификацией. Ну, я долбился три дня, пытался понять, как, где, когда. Там чувак китаец пришел, такой, вы тут все неправильно делаете. Вот, типа, читай это. Пошел читать, пытался делать. Ну, вот, я два-три дня продолбался с этим, ни хрена не получилось. Пришлось сделать по старинке. Ну, переписал, сделал. Вот. Ну, с учетом того, что... Будем брут-портить. Да, с учетом того, что еще три месяца назад у меня это вообще не получилось сделать, ни хуя. То сейчас, конечно, апгрейд. А вот. И сейчас то же самое. Сегодня пришел, типа, будем писать юнит-тесты. Я такой, зашибись, юнит-тесты. Я уже пару раз писал, нормально. Сейчас все будет хорошо. Вот. А вот тебе полу готовое. Пиши. Так оно же... Так оно же не это... Не это... Не работает. Оно же не готовое, да? Да. Как бы там, в общем, все динамически грузится. Я такой, а, как бы, да. Он говорит, ты что, делай МОК классов. Я такой, а, как? Ну, вот, иди бери это, иди делай то. Я такой сижу. Ну, что я сегодня продрулил, продрулил. Вроде пару вещей понял. Вроде. Посмотрим. По идее, меня это должно было занять один день. Я думаю, у меня еще 2-3 дня в мозгодерганье, и, возможно, потом получится. Возможно. А вот, ну, приятно. Скажем так, я понял, что я там самый сакерский программист среди всех. Так что, ну, все равно. Ну... Я рад. Я все равно очень-очень рад. Ничего ты там, я думаю... Если меня не уволят... И не самый старый программист тоже. В смысле? Ну, в принципе, да. По возрасту, что я там не самый старый. Не. Не, ну, я все... Я пытаюсь сказать, что... Знаешь, опыт, опыт. Да. Проблема в том, что... Ты как бы там... Они отводят, допустим, на какую-то задачу время. Да. У тебя там день, чтобы это сделать. А я сижу и с этим дрочусь. Или мы идем там... Начинается общее собрание... Определять задачи и выставлять время. Вот. Там все два дня, три дня. Я такой... Две недели. Знаешь, такой... Сижу такой... Фак. Знаешь, как... Как... Я не знаю... Самый тупой. Вот. И получается, как бы... Сижу там с этим чуваком. А как это сделать? А как, блядь, это... А это не получается. Чувствую себя полным долбоебом. Но я рад только по одной вещи. Это если даже... Если даже меня уволят, то, в принципе, это... Такой отличный опыт получился. По крайней мере, пару вещей я точно выучил. Так что... Ну, да, апгрейд. В следующий раз... Плюс у тебя на резюме всегда будет красивый этот опыт работы в GM, так что... Ну, это плюс, но там, например, они, скажем, на работу спросят... Да, а ты в веб-сервисе знаешь, что такое этот... Джакс... Типа... Во... Типа... Тебе надо будет написать какой-нибудь там сопреквест на Джакс... Этот... Рай... А я посижу такой... Нет, это Джакс WS... А я такие... О, да-да-да-да... Ты знаешь разницу. Как круто. Молодец, да. Да. Ну, вот так. Не то, чтобы я там сильно углублялся, но, по крайней мере, я теперь знаю, что это такое, и что это такое. Какая между ними разница, и все. Так на интервью только это и надо, и все. Ну, вот так, чтобы потом только... Если они знают больше, то ты им не нужен. Не... Ты знаешь, но... Ну, ладно. Отдельная тема. Не хочу на нее говорить. Вот. Но, как бы, я перед этой работой, я же читал книгу, которую удачно присвоил с прошлой работы. Извиняюсь, не с прошлой работы, с работы я ничего не утащил. Вот. Ну, кроме... Вот. Но, этот, у бывшего начальника присвоил его книгу. Вот. Я ее прочитал, и там было забавное выражение, которое я сейчас помню. Лучше быть самым плохим гитаристом, типа, в группе. Самым плохим музыкантом в группе, чем быть самым лучшим музыкантом в группе. Там, я не товарищ, высказывался. Потому что тогда у тебя всегда инцентив подтягиваться. И ты, типа, как только ты становишься одним из лучших, пора входить в другую группу. Так что... Вот так. Ну, ничего. Через два месяца мы узнаем, как вся эта шабашка закончится. Весна покажет ту, где сразу. Да. Это правда. В этом случае это абсолютно правда. Не, ну, до весны еще. Ну, хотя с другой стороны у тебя конферен... Да. Хе-хе-хе-хе. Ну, сейчас будет хорошо. Ну, все. Я думал, будет хорошо. А вышло не очень. В общем, у меня больше, как бы, недельных, недельных приключений больше нету вроде. Ну, тогда пошли на обсуждение. Да-а-а-а-а-а-а-а. Так, у меня тоже что-то в тумане, так что я еще пока что... Полин, какая гифка классная. Тебе, кстати, в комментариях писали, что, возможно, тебе надо сейчас позвонить этому Диме и пригласить его в подкаст, потому что они якобы с Умпутуном поссорились. Да, я, кстати, прочитал этот комментарий. Подожди, а как я его прочитал? Не знаю. Стоп. Как я его мог прочитать? Не знаю. В общем, как-то я его прочитал. Не знаю. Вот, но... Не, не, наверное, стоит. Я думаю, будет добавлено. Это в 366. А вот. Насколько я понял, Диму выгнали с работы, там писали. Ну, да, что попал под сокращение, а Умпуту он ничего не смог сделать по этому поводу или не стал делать. Да, что-то там такое, у него какая-то обида была, и потом эта обида вылилась в этот... В срач. В срач. Терпел, 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 и однажды они поссорились. А чего чужие эти сопли жевать? Ну, это и взаимоотношения, и их дружба, и прочее. Блин, какая классная гирка. Если я раньше много чего не понимал по поводу Умпутуна, потому что я иногда занимаюсь периодически ретроспективой моей жизни, и если раньше я как-то не понимал Умпутуна, раньше я думал, что у меня просто не хватает сверхспособностей, сверхчеловеческих способностей, то сейчас я все почти понял. Конечно, было бы здорово еще с человеком немножечко пожить и пообщаться, хотя бы на работе. Ты хочешь пожить Умпутуну? Да, я хочу, просто желаю. Вау, вот это откровение. Да. Только у канадского лося. Или поздно ко мне приедет, поживет со мной. Вот, но если, то сейчас я, в принципе, я понял. И у меня, по крайней мере, есть ощущение, что я все понял. Поэтому я не удивлен. Я честно скажу. Если в комментариях написали правду, Умпутуна реально зажал там что-то для Димы или не стал, или еще чего-то, то я все понимаю. Я прекрасно Умпутуна понимаю, я целиком его не виню. Он правильно сделал. Не то, что он правильно, что он за Диму не уступился, но как бы он, да, он правильно сделал. Дима, Димы, а за свои хамеры платить ему самому, так что... Да. Вот, дорогой Дмитрий, Дима, Дмитрий. Да, Янки. Какого фамилия у него? Не знаю, Янки послепьянки. Дорогой Дмитрий, вот. Вот, если бы ты заплатил за хамера, и тебя после этого уволили, вот тогда бы я бы за тебя заступился. Но так, если я правильно расцениваю ситуацию, то я все понял. Ампутун не виноват. Не то, что я за Ампутуна заступаюсь. И вот. Я в этом подкасте вообще ни за кого не заступаюсь. В этом подкасте заступаются только за меня, но как бы да, я Ампутуна не виню. А, блядь, это Доминик такой тоже. Ну, про этих чудиков тоже привел, квартиры снимаю. Ты за них ручаешься? О, нет! Он на меня такой посмотрел. А нафига тогда их сюда привел? Ну, не знаю. Я думал, у тебя квартиры есть сдавать. Они хотят снимать. Так, снайпер написал 366 подкастом. Канадскому лосю тоже нужно сделать подобный проект. Я думаю, получится на отлично в формате подкаста. Так. И ссылочка. Оскорбление чувств верующих. Я не верю в Бога, в способность грешников. Бля-бля-бля-бля-бля-ля-ля-бада. 1 июня. А-ба-да-ба-да. Чем больше средств будет собрано, тем больше свободы я смогу себе позволить. Замечательно. Вот. Извинись. Присылайте ваши деньги. Да. А я абсолютно согласен. Вот точно. Вы можете прислать пожертвования как в единичном размере. То есть, зайти на сайт. Нажать кнопочку. Так и подписаться на ежемесячную подписку. Кстати, подписывайтесь. Подписывайтесь. И дайте мне знать, если я недостаточно опций для тарифов выставил. Возможно, стоит добавить. Потому что я максималку поставил на 25 баксов, но, возможно, это слишком мало. Там надо еще прикрепить какие-нибудь джукоины, чтобы можно было потом подарки за них давать. Да. Ой, блядь, подарки. Подарки. Фак. Точно. Ваня, какой ты молодец. Подарки. Я совсем забыл про подарки. Про подарки. Ой, хорошо, Вань, напомнил. А какие вы все плохие, потому что вы-то не напомнили. Самое главное, в интересах же вас все это делалось. Ну, и нас тоже. Но в вас это делалось. Вот. Я почти забыл. Ну, в принципе, хорошо. Мне не пришлось бы все это покупать, но не важно. Так, люди, перед тем, как мы двинем дальше, я выиграл. А ты участвовал? Мне просто интересно. Я сомневаюсь, что что-то выиграл. Но если бы ты участвовал, у тебя был бы шанс. Как? Я голосовал? А за голосование мы подарков не давали. Возможно, этот, возможно, стрип-код что-то обещал. Тогда надо стрип потрясти. Секретарь. Да, коннекции. Я не могу. А при чем здесь Лорнинг? Я не знаю. Просто долго думает, я надеюсь. Я надеюсь, что он впоследствии... А, это Мокософт. Понятно. Фишка вот в чем. Не так давно. На самом деле, по-моему, давно. Да, вот давно. Ну вот. Фак, а я что, имена даже не... А, нет, выставил. Фу, слава тебе, господи. Хороший мальчик, хороший мальчик. Так. Сам себя не пожалеешь. Никто тебя не пожалеет. Вот. Давно, очень давно, мы объявили конкурс на самые любимые моменты в подкасте. Слушай, Ваня, как ты хорошо напомнил. Я бы забыл. Я забыл это самое главное в этот написать. Ну, все правильно. А, и, дорогие товарищи, конкурс подошел к своему, значит, как это, заключению, как это, score the ring. Ну, я готов, в общем, огласить. А, на... У, зря я это написал. Ну, ладно. На... Вот теперь, глядя на этот e-mail, я понял, кто у меня в инстаграме. Ну, я думаю, ну, что это у меня за человек в инстаграме? Откуда он ко мне добавился? Подслуживатели. Ну, да. Некоторые люди очень активно участвуют в подкасте. Просто мы их не замечаем. Да, мы на такой высоте летим, так что нам как-то такие... Да, там, раз, видео откуда-то, блядь, появились на ютубе, а, вот какой-то урод там все это выставил. Откуда они взялись? Кто разрешил? Смотри-ка, да. Как это произошло, могиле? Нет. Люди работают, люди работают, делают, помогают, подкают, как могут. Я под... У меня есть такое очень темное подозрение, что, на самом деле, больше людей хотят и больше делать. Вот, к сожалению, у меня не хватает рук, вот, и... Всеми ими распоряжаться. Да. Вот, но я подозреваю, что люди реально рвут и мечут. Да, это точно. Не, серьезно, серьезно, потому что заявок поступает много. Надо просто им всем отвертки дать в руки, и все. И немедленно вышел. Так, на третьем месте у нас Плутон. Плутон, поздравляю тебя, дорогой товарищ Плутон. Вот, ты каким-то боком попал на третье место. А как ты туда попал, мы не будем в подробности вдаваться. Тут мне Трип прислал какие-то номера. Вот, я сортировал их. В общем, ты на третьем месте. Даже хэшики. Да, даже хэшики. А они... Кстати, да. Перед тем, как мы перейдем ко второму... Ко второму месту. Я должен отметить, что все принимающие участие в организации и оценке конкурса, никто, кроме меня, не знал... Призов не получится. Не знал, кто, что и какие. То есть, я все хашами обработал. Вот, все это выдал стрип-коду. И он, по-моему, это... Единственное, я, молясь, прокололся. Мне надо было сделать рандомайз на все эти ссылочки. А я забыл. Вот, потому что, когда я их собирал, я же их собирал, как бы, группно. Вот, они, как бы, вышли группно. Но поскольку оценка уже закрылась, то я могу, в принципе, рассказать, где баги произошли. Я просто не додумал. Но что я додумал, это я все имена, все перевел в хэшики. Поэтому, когда я раздавал ссылочки и все остальное, все это было в хэшах. Вот, поэтому, фактически, кроме как снайпер, который мне проплатил... В смысле, который выставил наибольшее количество видео, как бы, все остальное было... В смысле, все было честно. Который тебя подмазал, да, телегатор? Знаешь, это очень забавно, но поскольку уже результаты пришли. Вот, на втором месте у нас товарищ Лебабс. Поздравляю тебя с этим. И на первом месте, вот как ни странно, снайпер. Удивительно. Да. Совпадение. Вы не подумайте, что я, как бы, тут выдвигаю снайпера на первое место, лишь потому, что он прислал кучу бабла. Вот, это был, на самом деле, не... Ну, можно отметить, на самом деле, снайпер много чего прислал. Ну, вы об этом не узнаете, я не покажу. В конце концов, уже все пропил. Вот. А, вот откуда у тебя бутылки в искоря, там, на полке, да? Об этом истории умалчивать. Вот, но, да. А я-то думал. Мне очень понравилось. Снайпер мне там присылал, ссылки присылал такой. Да, и, естественно, поскольку я тебе проплатил, я ж буду на первом месте. Такой, конечно, проверяю. Вот, да, как я обещал. Ну, вот. Ну, да, но по сути история была очень простая, да, то есть... Он взял в количестве. То, нет, проблему... То есть, как все это обрабатывалось, это очень просто было, да? Тот, кто присылал больше всего ссылок, у него просто был шанс, как бы, выбрать лучший момент. Но, в остальном, то есть... Победил-то все равно самый момент, который больше всем понравился. Да, да, да. Прислав один замечательный момент, у тебя шансов гораздо больше, чем прислать 10 какашек. Так что... Ну, одни... Ты не поделаешь. Ну, да, да, по сути так и есть. Поэтому то, что там меня снайпер заспамил этими моментами, ни о чем не говорит. Только еще раз доказывает, что человек принимает активное участие и более чем заслуживает. Ну, как бы, оценивал не я, вините не меня. Здесь сидят два других товарища, которые клялись, божили, что они все оценили. Так что претензии к ним. Бабки снайпер меня попилил. Все нормально. Пишите Ване и Виктору. Вот. Да. Снайпер набрал 94 голоса. За ним, по-моему, Левапс... Подожди. Левапс? Левапс, по-моему, с 80... С 91 голосом. Левапс почти порвал снайпера. Почти. Еще бы немножечко он бы порвал. А вот. А последний кандидат, он был 69. Это на пятом месте? Нет, нет, потому что я не могу многим людям выдавать много призов. Да, то есть, как бы, было бы некошерно, если было бы первое место снайпер, второе место снайпер, третье место снайпер. Вот, так что... Так. Ну и теперь, поскольку мы поглубились... И последний победитель. Да. Поскольку мы поглубились над всеми, теперь можно рассказать о призе. Вот. Тур-путевка... В Сочи на Олимпиаду! Нет. В Сибирь. Класс, железная дорога. А вот. Я, в общем, сперва подумал, что надо всем по футболке. Вот. Но потом я подумал, что, поскольку мы так провели все замечательно и грандиозно, и люди как бы поучаствовали, я подумал, что нужно было... Нужно сделать что-то более такое. А, так вот зачем ты в секс-шоп ездил. Снайпер выиграл в большой, черный... Полметровый член. Поздравляю! Было бы забавно. На стене очень много смазки. На стене такой повесил. Знаешь, как на большом плакате, типа, подарок, друзья подарили, выиграл. В общем, изначально у меня мысль была очень простая. Да. Вот. Раздарить всем по футболкам, начиная от трех футболок и заканчивая одной футболкой. О. Да. Которые, естественно, выбираются... Выбираться будут сами. А я... То есть... Но сейчас у меня стукнула другая мысль, что, возможно, стоит выдать какой-нибудь другой приз. Ну, мысли есть по поводу призов? Все абсолютно будет нечестно заказываться через интернет-магазин. Отсылаться в Америку, с Америки в Россию, что к вам придет примерно через 4 месяца. А давай подарим мороженое. Ванин Raspberry Pi. Он все равно там не пользуется. В смысле не пользуется? У меня этот Network Drive. Да я жучу. Network Store чуть-чуть. Вот кто в интернете постоянно сидит. Ну, я там еще не качаю. Да, так что... В общем, на самом деле, я просто не качисто думаю по первому и второму месту. А третье место как бы футболка-футболка. И this is what it is. А первое и второе место, я думаю, еще, возможно, чуть-чуть подумать. Так. В общем, Снайпер или ВАПС и Плутон, пишите мне. Вот. Плутон, к сожалению... Взять. Да. Айпод простой. Да. Сколько там мегабайт. И забить под канадским лосем подкастами полностью. Ваня, верни меня Айпод. Ты его как раз отремонтировал. Он еще не наделал. Да. Я его как раз таки разобрал. Прям перед подкастом, да. И подарок от канадского лося. Канадский лось подарок. Он еще в запчастях, да. В общем, Снайпер, Левапс и Плутон, пишите. Вы являетесь тремя победителями конкурса. Так что поздравляю вас. Не знаю, что вы выиграли, но поздравляю. Да. Ну, это определить. А, на следующей неделе. Возможно... Не, а просто за первые два места... То есть первое место, соответственно, будет одна ценовая категория, второе место, другая ценовая категория. Но первые два места я... Если у вас есть какие-то темные пожелания, о которых вы не хотите, чтобы знала публика подкаста... ...то мы обязательно на следующей неделе в эфире расскажем. Анонимно. Один из вас... Да. Один из вас, предположительно, с первым местом. Но это, может быть, и второе-третье. Получит. Вот, да, это... Да. За вторую. Ну, за первую. Да. С мылом. Ну, и, конечно же, большое спасибо всем, кто поучаствовал. Это очень здорово. Я думаю, мы будем продолжать наращивать размеры. В смысле... Да, только в следующий раз надо как-то, знаешь, побыстрее. Надо побыстрее, но пока мы все это сообразили, пока до меня доперну, пока там стрип-код подсуетился, потом мы до Мэнзика... В общем, нормально. Это подкаст, который еще... Эволюционирует. Нам еще далеко. Нам еще очень далеко, вот, поэтому... У нас там еще со стрип-кодом будет, наверное, тысячелетний сер по поводу платформы. Если только Ваня ее не напишет случайно. В чем я сомневаюсь? Ну, неважно. А он что предлагает? PHP? Да, стрип-код предлагает вообще писать самим. Ну... По поводу PHP можно еще с ним поспорить, но, как бы, у него просто такая вот... Столько писать самим. У меня столько... Давайте WordPress поставим. В общем, получается небольшой несостыковочкой. Да... В общем, все это... Работы много. Желающих приглашаю. Так. А мы обсудили про это... Оскорбление чувств, или я... Или мы так плавно съехали в конкурс? Да, мы плавно съехали в конкурс. А, замечательно. Так, возвращаемся к вашим комментариям. Что? Нет, ничего, я просто надеваю. Ты на Редбуль выпил. Как-то можетеовать? Так. А возвращение обсудить по поводу... Товарищ предлагает собирать бабло на адвокатов, чтобы он мог спокойно, значит, делать шутки в сторону религии, верующих. Я не знаю, кого там собирается палить. А вот... И собирает бабло в сторону адвокатов. Ну, я выскажу свое личное мнение. Я считаю, что это тупая затея. Люди, не тратьте свои деньги, потому что его все равно посадят или повесят, или убьют. Поэтому не тратьте свои деньги, без этого ничего хорошего. Выдешь искренний верующий, который верит в любовь Христа ко всем нам, подойдет и зарежет его с любовью от Христа. Да. А потом его, значит, как мелкое хулиганство, 15 суток, ну и все нормально. Господь его простит. А вот. Нож в спину, пыльные приписки. Уж если за песню в церкви могут дать 7 лет. А? А, да. И никакие адвокаты не помогли. То уж он заигрывает в Сочи. Надо посмотреть за его судьбой. Я думаю, через пару лет он будет писать из тюрьмы в Твиттер. Свои смешные шутки дальше. Чтоб тебе писать стихи до конца жизни в 160 характерах, да? Да, то есть, вот мое такое мнение, что... Больше мнений нет. Ну, я бы сказал так. А меня радует то, что сейчас, если ты доебываешься до христиан, тебе точно так же могут невозбранно выпилить и дать по башке, как будто бы ты заигрываешь с мусульманами. Ура! Да здравствует... Да здравствует христианство, подымающееся с колен в России, которое подымается с колен. Возможно, у Виктора есть хороший поинт, на самом деле. Даешь этих самых христиан, чтобы они всех побили мусульман. Вот тогда будет мир во всем мире. Ну, в принципе, потому что там же сейчас этот, куча этих мусульман, который, в принципе... Да, там просто ситуация другая. Здесь же надо всех любить и гладить, а там как бы не обязательно. В итоге создаются две противодействующие религии. Вот. И когда друг друга все перемочат, будем считать... Виктор, я думаю, ты прав, у тебя хорошая мысль. Да, надо его... Ну, его-то хрен с ним надо, значит, действительно воскрешать христианскую общую воскрешать. Поднимается колено христианское общество. Вот. Потом все друг друга перебили, и китайцы заехали в Россию без каких-либо проблем. И настанет буддизм. Да. Все просто. Я за буддизм. Вот формула счастья, да, в России. Мне кажется, это просто очень такой хороший способ, как бы... А. Постебаться. Б. Подзаработать бабла. Вот. Ну, он, типа, говорит, что он, типа, на адвоката будет. И кончить жизнь в тюрьме. Вот. Но, с другой стороны... Вот тут деньги на сухари. Не, ну, знаешь, опять же, как он это сделает, это еще под вопросом. Возможно, он, типа, будет стебаться, но, может, он будет стебаться, допустим, над всякими этим мусульманами. За что ему, в принципе... Да, мусульмане быстро проедут, горло перережут, это тебе... Ну, не факт. Не факт. Знаешь, вот. А лишние 10 штук USD, ну, нормально. Мне кажется, это уже по российским стандартам маловато. Не, ну, блин, если лишние... А что это за знак? Рубль. Ну, это не официальный, по-моему, его значок. По-моему, нет. Ну, ну, неважно. Просто оригинально. Я вот им... Я всецело знаю, что он оригинально это сделал. Знаешь, ну, вот так вот, вот так вот. Нет, так-то он стебный пацан, у него шутки хорошие. Чуваки, я буду стебаться. На всякий случай дайте мне бабки на адвоката, а? Вроде и... А, стебный... Не, понимаешь, там ирония ситуации в том, что там же реально, вот, если ты шутки... Знаешь, само определение оскорбления чувств верующих. Что это значит? А во-вторых, как определить, что человек верующий? Он что, может, как сказано в Библии, сказать, горе, перейди отсюда сюда, и гора перейдет, если у тебя хотя бы зернышко этот самый, и проводят тесты на веру? Не в этом дело. Дело в том, что, как бы... Он стебется, он любит стебаться, он хочет что-то записать, а потом ему кто-то ляпнул. Слушай, тебя спасать. Ну, давай этот самый... Тогда соберем этот... Как он называет? Бабки на адвоката. Давай! А-ля кикстартер. Пошел. Ну, смотри, уже 190 тысяч набрал, набрал. Вполне возможно, что он даже до 300 дойдет. Круто! Это ли ему лишний пиар? Лишнее бабло? Если он дойдет до отметки, то это... Положим, он как бы снимет так, что к нему а-ля не придерутся. Положим. Знаешь, в последний момент засеты, и так более-менее особо никого не затронет. Кстати, да. Хотя с большинством верующих можно так шутить, что они не поймут, что над ними шутят. Именно. А бабки-то останутся? Да. Ты ему вообще не обязательно тогда шутить. Собрал бабки, и нормально. Ну, блин, знаешь... Я оскорбил всех верующих, которые верили в него. Че, правильно? Ребята, спасибо, что поддержали. Я знаю, вы меня верите. Так что пошли нахуй. К четвергу, 17 октября. То бишь ему сколько осталось? Две недели. Тринадцать дней написано осталось. Сколько ему там, тысяча баксов не хватает? Че-то в этом роде лучше поможешь? Не-а. Ну, ему четыре тысячи не хватает. Четыре тысячи? Не-а. Я изначально... Надо посмотреть. Вполне возможно, что бумстартеры, у них политика такая, что они передают все деньги, которые ты заработал, даже если не дозаработал. А, в этом да. Потому что у некоторых этих краудсорсинговых компаний, у них политика, что они... Вот ты набрал, сколько заявил, тогда ты получаешь эти бабки за вычетом. А некоторые дают, вот сколько это набрали, все равно дают, но... Как бы... А вот 65% вашего продукта. Так, дальше. Крима прислал видео. Но я посмотрел, но не совсем... Вообще... Скажем так, я вообще не по этой части, как бы. Variable field... Магнитный вариатор. Вариаторный магнитный мотор. Чего? Это не так переводится? Сура-сура. Да. Ну, нет, мы... А вы все что-нибудь что-нибудь уже? Ну, мы на это посмотрели, типа... А чувство верующиху тоже обсуждали? Да, нихера не поняли. Нет, а это уже было потом просмотрено. А-а-а. Да. Вот, а... Монтажки опалыть тюпы. Я же тебе говорю, греет внизу, чувак. Что думал, я шутил? Я сначала этот... Сначала думал, что он этот... Что он нигде не применяется. На самом деле, этот тип движка... Его разрабатывали уже давным-давно. Во многих, как бы, местах его используют. Но, как бы... Цитата там была такая же. Проникновение на рынок очень маленькое, поскольку большинство вещей работают на постоянной скорости. То бишь, как бы, двигатель, который легко может менять свою скорость, не особо нужен в... Ну, там, что он в вентиляторе или еще что-то. Вот он дует и дует. Какая нафиг разница, если он может, как бы, этот... Менять плавно скорость? Ну, например, при, как называется, зарядной динамо-машинах. Динамо-машины желательно, чтобы они, наверное, плавно разгонялись, а не резко. В смысле? Когда у тебя генератор стоит, ты его крутишь. Больше нужно электричество, меньше ты его разгоняешь. Ну, я понимаю, что, по идее, крутят двигатель, который неэлектрический, потому что иначе это будет, молясь, оксиморон. А что, если зациклить тут? Не, ну, я... Отличный мотор, да? Я имею в виду, что эти двигатели используются, они разрабатываются, но они используются, как бы, в узком кругу устройств. Вот. Ну, так немножко полазил. Прикольная штука. Прикольная. Просто, просто красивая. Особенно, когда показали на всяких этих мотоциклах, это, конечно, выглядит шикарно. Вон, красивый, красивый движок, здорово, где применять, не особо уверен. В машины без коробки передач. Электроавтомобили. Кстати, на этой неделе Тесла сгорела. Сегодня по ящику показывали, как Тесла посреди дороги горела. Акции? Нет, автомобиль. Ну, акции потом уже, после автомобиля. А из-за чего возгорание произошло? А, она в какой-то... Во что она воткнулась? Скраббин забык. Нет, она, по-моему, в какую-то аварию маленькую попала. Короче, во что-то въехала она, по-моему. Или что-то куда-то попало, я не знаю. Я не помню, они что-то говорили там про какой-то, типа, инцидент. В цистерну с нефтью. И сгорела нахрен. А потом там дуга, и все нахрен загорелось. Поскольку у меня опять начинает развиваться апатия к новостям, я половину только слушаю ровно. Российский, посмотри. А? Российские новости, посмотри. Нет, спасибо. Тогда вообще отвращение мы... Что, наоборот, оптимизм. Что, вешаться что-то? Положительные новости, хорошие. Там хорошие новости? Да. А, ну точно, там всегда хорошо. Это... Это мне сейчас напомнило эту анимашку. Девушка такая, да, я сейчас изменю свой имидж, такая, хрязь-хрязь. Хвостики, там, это... Это еще чего-то. Этот, поналяпало, типа, зеркало такая выдвигает, так. Стоит, 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 стоит. Блин! Это вот Женя тоже. Точно! Блин, здесь новости неинтересные, надо почитать русские. Не-не-не, я говорю, что новости неинтересны, я говорю, что у меня апатия к новостям. Ну, как бы... Не вызывает никакого интереса, отсутствие интереса, апатии. А кто это за чуваки? Кто? Некрос? Я не знаю, сколько лет. Нет, чуваки. Извиняюсь. Не знаю. Тот похож на гея, а этот трансвестит. А стоп, чувак! Это же Джонни! Это Джонни и этот... Убери волосы! Представь его этим... Голым, в смысле... Это же Джонни! Это сэр Джонни и... Ави, Ови. Саппала, который... Саппала, который этот... Все время про айфон говорит. Лысый, который все время в рекламе. Это новый продукт невоображаемой красоты! Окей, проехали. Нет, я понял. Кто-то из текущего Эппл... Нет, нет, нет. Это не кто-то! Это Джонни! Эппл Джонни? Это Джонни! Джонни... Джонни... Вот, вот, это он! Это он, да! Слушай, я не узнал. Я думал, он трансвистит какой-то. Так. Ой, блин. Натур нажал. Вполне возможно. А этот чувак, он мне что-то напоминает, но я не могу понять... Не помню, кто это. Мать его, волосатый! Айф! Какой он страшный! Наоборот, он был такой классный! Может было с ним погулять даже. Сейчас он побрелся лысый, просто как уголовник. А может, выпал и все. От стресса! От излучения. Они что-нибудь новое разрабатывали. Или кремнито. В лаборатории. В революционный продукт. И у него выпали волосы. Так! Стоп! Да, это красиво. О, подожди. Кромус. Шикарный подкаст, короткий. Пора устраивать совместный подкаст с Димой. Янки после пьянки. Он любит такой бурный полет фантазии и философии. Совместный подкаст привлекает слушателей от других подкастов. Перекрестную увеличиваю аудиторию. Можно и умпутуна. Чисто о жизни в Америке. Побазарить. Судьбу программисту на чужбении. Идея Викторовна в часовом кухонно-задрот радио видится тоже интересной. Ну, в принципе, как бы, говоря про кухонный затрот, я вас уже хочу обрадовать. Все, что вам осталось, дорогие слушатели, это, значит, попросить Виктора и Ваню поставить микрофон на кухне вместе с лэптопом. В туалете будешь тогда? Да, вот. Значит, прикрутить изолентой микрофон к лэптопу и просто продолжать, как бы, вещать подкаст. Да ты знаешь, вот и лэптоп вроде есть, и микрофон, но вот как-то вот USB никак не втыкается. У него не хватает USB портов. Я вот сколько раз не пытался, я вот так вот пытаюсь воткнуть, и все не той стороной. Вот, потому что, как, стрипкод нам выдал этот, как это, отдельный сервер, который работает 24 часа в сутки, стрим работает 24 часа в сутки. То есть, я думаю, если вы очень хотите пиратскую версию, вы просто киньте e-mail снайпера, он там свой Димон поменяет, заместо, значит, статической записи по четвергам, да, он будет круглые сутки записывать. А он же, по-моему, сказал, что у него сейчас... А у него стоит, я просто... Уже как раз, как только появляется поток, он начинает его бурно писать. А, ну вот. Я, я, я просто не включал, потому что я боялся, что там еще что-нибудь, возможно, ну, там, там же все равно, чтобы этот гнать, там, надо... Я боялся, что не получится, на всякий случай не записывал никуда, кроме как, к себе. Ну, и потом можете проставить Игорька, и он все это будет вываливать на YouTube. Ну, если не проставите, Игорек, как бы... И Игорек, он, как бы, по официальной версии только вываливает все, а... Ну... Ну, я имел в виду, если вам просто захочется, чтобы он, чтобы это на YouTube еще появлялось, то вот, ради бога. Так. Поэтому все готово, все готово, все... Инфраструктура есть. Прошу любить и жаловать. Что? Мастерфон. А что там? Местами хотя... Вот. Так. Посредине подкаста, ни с того, ни с сего, надо напомнить дорогим слушателям, что если вы хотите, чтобы на вас обратили, чтобы ваш комментарий прочитали в подкасте, вот... Вам надо заплатить... А, нет. Вам надо поставить в комментарии, обсудить. Да. Желательно в каких-нибудь этих... Как это? Долларах. Нет. Квадратных скобочках. Желательно. Потому что иногда так полетаешь. Можно даже выделить красным, это тоже работает. В скобочках тоже прекрасно работает. По-любому. Черный, белый, главное, чтобы было в скобочках. Вот. И обсудить не забудьте. Да. Так вот. Видите, вот этот настоящий профессионалист, когда можно... Если совсем хотите, чтобы на вас обратили внимание, прикрепите сиськи. Навряд ли. Потому что, когда вы прикрепляете сиськи, я не могу это читать на работе. Да. Потому что вокруг... Это неинтересно. Вокруг проходят очень верующие люди, они могут реально обидеться. И с этим делом меня могут отвезти к HR, а после чего уволят. Поэтому, дорогие слушатели, когда... Сиськи, которые держат Коран. Да. Когда вы пишете обсудить... Это уже обидится. Да. Желательно, чтобы там сисек не было. Потому что я их тупо просто не могу на работе открывать. Комментарии имеется в виду, не сиськи. Сиськи можешь, а комментарий нет. Хотя я могу, в принципе, отрубить просто... Имиджи? Да. Так. Кнопочка есть в Firefox для имиджа? Ты можешь аддон поставить, который будет отключаться. Отлично. Тогда бесполезно слать ссылки. Все равно не увижу. Ты можешь открыть страницу и сказать, а на этой странице все картинки открывай. Да, но он сказал, что нужно присобачивать сиськи, тогда я обращу внимание. Нет, тогда я обращу внимание. А, мимо Вани не пройдет. Так. Дальше пойдем. Знаю, я знаю. Я на работе открываю, стрип-код навалил. Я такой... У меня же монитор смотрит как бы на публичный проход. Там, где все ходят. Поэтому как бы... Так, ладно. Ой, какая тема для обсуждения в подкасте. Ссылочка. Путин попросил написать записку о том, почему Ростсельмаш... О том, почему Ростсельмаш не переносит производство тракторов из Канады в Россию. Или почему тракторный завод остается... Путин попросил написать заявку о том, почему Ростсельмаш, а это ростовские сельскохозяйственные машины, завод, не переносит производство тракторов из Канады в Россию. Или почему тракторный завод останется в Канаде. Тут все в тему. Канада, Путин, Россия, Поросенок Петр и его трактор. Очень хорошо замечательно. Тон, как раз ты не набрал. Копи-пейст. Вот и теги не надо писать самому больше. Не, надо продолжать написать. Это спам. А что эта кнопка делает? Нажми. Где, какая? Это спам. Она убирает комментарии. Ну и что, почему? Так, дорогой снайпер. Подожди, а мы дочитали эту статью хотя бы наполовину? Неотомстена текста была. Да. В общем... Ну мы не будем же все эти раскладки выдавать сюда, только вкратце можно. Не, не, Виктор, читай. Тьфу, блин. Шутка юмора, да? Это ирония была? Сарказм. Да. А давайте действительно прочитаем эту статью в эфире. Давайте. Вас просили обсудить. И подкаст. И они просили долгий подкаст. И читать по очереди, тогда будет смешно. Вот если мы будем читать по очереди, точно будет смешно. Но потом будет стать печально. Что это самое, что опять запогоняли. Ну, в принципе, я тут не Копенгаген, так что я предоставляю слово вам. А мы ее не читали. Нет. Вот, давайте теперь обсуждать. Давайте. Традиционный для подкаста обсуждение статьи, в которой никто ничего не знает. Внизу там была такая классная табличка, где... Это развлекательная часть подкаста. Нет, где показали это самое, а-ля, по-моему, итоговый этот... Это? Ниже, ниже, ниже. Ниже, ниже, ниже. О, близко, близко. Короче, в итоге оказывается, что кроме нанотехнологий в России производить ничего остального и не выгодно. Правильно я так понял? Ну, скажем... Ну, да. То есть делать трактора в Канаде и привезти в Россию гораздо дешевле получается, чем делать их в России, а потом в России же их перевозить. Ну, да. В Канаде, оказывается, ниже налоги чем-то. Кстати, да, вот это я не ожидал. Вот это я не ожидал. Блин, я не могу это говорить с прямым лицом. Я думал, что это здесь... Это только нас здесь грабят, типа, в Канаде. В России хорошо. В России хорошо, когда ты сидишь просто на своей жопе в конторе и получаешь свою зарплату и 13% налога. При этом за нее, за эту зарплату еще сам работодатель платит какой-то достаточно охрененный налог. Почему? Потому что он обязан заплатить. Здесь есть? Да, ты думаешь, откуда все это дело, откуда тебе государство платит этот... А потом еще в самом производстве. А, unemployment и так далее. За каждого рабочего, который у тебя работает, ты платишь дополнительный налог еще государству. Ну да, с него. Слушай, да. Не совсем так. Ты, когда получаешь зарплату, ты с нее плачешь сколько-то процентов налога именно на рабочую прокуратуру. И ты платишь, и я не знаю, за что именно этот работодатель платит, но работодатель... Позвольно ты путаешь, что работодатель платит как бы этот... Union fees? Нет. Ладно. Короче, надо найти кого-нибудь, кто разбирает налоги. Не, я давно... Ты единственный чувак, который просвещен, что на тему работодатель платят. Потому что я об этом не знал. Я это слышал несколько раз. Я, например, когда я занимался контрактной работой, я, скажем так, с одного счета приводили бабло на другой счет. С какого... Наверное, поэтому гораздо проще кэшем платить сейчас. Потому что ты контрактор. Если что-то случится, они за тебя не несут никакой ответственности. Они тебе не должны ничего платить. Ты сам фигуратино. Ничего-ничего. Тебе за работу отдали, и все. И ты официально на них не работаешь. Поэтому многим компаниям очень гораздо проще просто поднимать контракт, чем иметь рабочего. Поэтому здесь очень круто работают эти самые employment agency, когда есть агентства, которые говорят, нам надо 20 человек на работу. Вот их прислали 20 человек на работу, а платят они по контракту с агентством. То есть вот тебе агентство, вот тебе за них зарплату. Как ты им там выплачиваешь, нас не волнует. Ну а местные агентства уже смотрят. О, этим можно кэшем дать, за них налоги не платить. Чуваки, пока вы мне не приведете конкретный пример, я в это не верю. Но я поищу. Потому что я знаю, когда ты на кого-то работаешь, то по идее контракт, работодатель платит там за твои бенефиты, еще за что-то. Google. Ну… Нет, это все равно, это всякие детали искать. Потому, да, потому что смотри, когда ты сам на себя работаешь или контрактор, или сам на себя работаешь, что по одной и той же. Вот, то есть ты платишь… Ты сам платишь за свою insurance, ты сам платишь… Ты не обязан, естественно, платить за свою insurance. Ты просто тупо платишь налоги. Да. А государству ты потом отчисляешь в конце года, в зависимости от твоего заработка, от 500 до, по-моему, максимум, там, пищи полторы за healthcare. То есть, скажем, вот я сейчас работаю, я… Ну, в этой же статье как раз вот и промотать, тут же, по-моему, и как раз и весили… А я не знаю, в одну из сторон какую-нибудь… Какой налоговая нагрузка. Налог на прибыль, ну это ладно. Ну, налог на прибыль… Не, налоговая, я думаю, как раз у кого налоговой нагрузки будет рассказано. А, налоговых вычетов на производственные инвестиции. Не, я тебе говорю… Есть такое, есть такое, что этот… Что работодатель платит за официальных рабочих. В смысле, если у тебя есть рабочие, ты еще… Помимо того, что они платят за свой же это самое… Employment insurance, там еще чего-то за тебя этот работодатель должен платить. Уже сам государству. Я не уверен, что это именно и зачем. Я помню, там был… Люди разговаривали, там был big deal, что… Насчет того, что… Почему тебе надо? Ну, потому что я контрактник, им платить меньше надо. Когда говорят, контрактник платить меньше надо, то обычно, вроде как, говорят о том, что… А бенефиты не надо платить, да. Да. Но unemployment… Слушай, вот мой вопрос. Если ты контрактник, у тебя… И у тебя закончилась работа, ты на unemployment подать можешь? Нет, конечно. Нет, потому что… Потому что ты, по сути, делал… Если только ты… Вот если нет, тогда я с тобой соглашусь. Тогда я понимаю, в чем прикол. Прикол в том, что ты… Как ты сам себе сделаешь lay-off? Ты сам себе не делаешь lay-off, потому что у тебя, как бы, все… Коров и готово. Ну… Так… В том-то и прикол, что это же… Вот. Структура оплат. Ну, давай. По сравнению с структурой зарплаты предприятия на оплату Тур-2 квалифицированного работника цеха в России и в Канаде в 2012-м. То есть НДС, понятно. Налог на добавочность. Да. В Канаде он 10%, в России 15%. Это на стороне работодателя лежит. Подоходный налог. В Канаде… Вот, еще подоходный налог платит работодатель. Зачем-то, получается. Отчисление в пенсионный фонд. Страхование от несчастных случаев. В Канаде, кстати, даже меньше. И чистая зарплата на руки. Получается, в Канаде чистая зарплата на 4% больше. Скажем так, как… Да, тогда не знаю. Ну, хорошо, слушай. Здесь, получается, смотри. НДС и подоходнее все-таки больше в этом самом. В Канаде? Возможно. А здесь ФСС и ПФР, то есть вот тоже. Вот это все налоги и это все. Слушай, получается, в России больше налогов. Ну, походу, я не знаю. На несколько процентов, но… Стрипокул и ахал, что его там ограбили с налогами. Там, ниже, там был интересный момент. Нет. Когда-то проглядывал, мне понравилось. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. На каждый рубль. Где там? На каждый рубль, на каждый рубль. Налог на прибыль, еще чего-то. Твою мать. Где-то я это видел. Ну, короче, я не разбирался. Я видел здесь красивую фигуру, очень красивую фигуру. Хе-хе-хе. Димаша. А. Хе-хе-хе. Чистая прибыль в Канаде 16.4 миллиона долларов США. Чистые убыток России 21.7 миллионов долларов США. С чего бы это они оставили в Канаде? Я не знаю. Нет, 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 нет. Слушай, так подожди, а кто кому строит тракторы? То есть здесь... То есть здесь... Это что, компания Росельмаш имеет здесь свои заводы и производит тракторы в Канаде, потому что это выгоднее, чем делать те же самые тракторы в России? Или что? Я подозреваю, что они, наверное, стали строить по другим причинам, чтобы, возможно, продавать их на американском или каких-то других рынках. Ну, а в конце концов... Ну, то есть заводы что, принадлежат Росельмашу или что? Да. Скорее всего. Если это корпоративно, то да. Да, то есть... Здесь в Канаде есть заводы, которые владеют русские для того, чтобы делать тракторы канадские. И не только. Есть, например, целые города, которые принадлежат китайцам. Не, ну китайцы, понятно. Засилие китайцев я здесь не видел. Не, не понял. Не принадлежат канадским китайцам, а принадлежат китайцам-китайцам. Они приезжают, вот, они покупают права на добычу какого-то там руды, вот, они привозят, то есть они оккупируют местность, привозят своих местных китайцев из Китая, все там в какашку развозят, то есть добывают все минералы, а потом уезжают. И как бы это корпорация китайская, рабочие китайские, все китайское. Да. Потому что, извиняюсь, китайцы ты платишь 20 центов в час, а попробуй какого-нибудь местного… Заставить работать меньше, чем за десятку в час. За десятку? На севере? Да ты чего? Туда никто не поедет меньше, чем за 25. Да я туда и за 40 не поеду. Не, вот в самом начале там это классное… Минимум начинаю с полтинника, я на север пойду, а вот минимум с полтинника начинаю. В итоге на рубль выданной на руки зарплаты в России необходимо заплатить налогов и отчислений 81 копейку, а в Канаде 72 копейки. То есть, как бы… Тоже дохера налогов. В России 81% в общей сложности. То есть, выданный рубль на руки, а предприятие еще платит 72 копейки государству. Ну… Та-да! 72%, ебануца. Не, как это неправильно тут звучит, чуваки, извините. Не, просто это ты… Вы тут слишком маленький, ну вы что, издеваетесь? А? Как человеку жить на такие деньги? Или я что-то не догоняю, или там что-то… Компания. Там еще, кстати, может быть вот в чем проблема, что это с больших организаций. Если у тебя там какая-то корпорация или еще что-то поменьше размерами, ты, по-моему, имеешь какие-то льготные… Не, ну на корпорацию, да, там double taxation… Я предлагаю отдалиться от налогов, потому что мы ни то ни другое не делали, и самое ужасное мы не прочитались о чем. Но, я думаю, сфокусируйтесь на идее того, что в России нецелесообразно производить. Ну да, в России… Как же нанотехнологии? А как же Россия станет с колен? Ну как, они приедут сюда, здесь разработают в Канаде, а потом в России откроют нанотехнологии. О, я понял. Они приедут сюда, построят колени… Они в России и полимеры проснут, и нанотехнологии скоро китайцы будут делать, так что… Не, ну а если они больше заплатят? На самом деле откровение по поводу тракторостроения… Мне что-то так мало верится, вот я вот эту байду никогда нигде не видел, серьезно. Разве? Нет, такую не видел, серьезно. По крайней мере, в нашей сельской местности… Здесь у нас такой не надо, а вот туда, на север… Еще куда-то? О, все, Ваня, Ваня все замочил, и он решил провести саботажную деятельность в виде гула. Ну, а это… А нашел, как всегда, сиськи. Ну, посмотрим. Трактора… AG.CA, неплохо, красиво. Трактора, 450, 550 ХП, 350, 550 ХП… Право, Дли Канедиан! Ты вот этих не видел? Не-не-не, вот этот вот видел, вот этот вот видел, вот этот вот видел. Да, вот этот видел. Ты вот этих тракторов не видел? А видорусские трактора? Вот эти тракторы… Ты смотри на Википедии, кому компания принадлежит. Забей ее имя в Википедию. А-а-а… Да вот она. Ну да… Что, мы тебя же собираемся гонять? Нажал на третью ссылку и все. Ну… Так, найдите, где этот… Come on. В новом году 2007, комбайн-манифактор Росе Алмаш Acquired 80% of common shares. Они купили 80% этих акций в 2007-м. А нахуя им эта тракторная компания канадская нужна была изначе? Как трактора для России? Да ладно, блядь! А как иначе с колен вставать? Ты мне подъемишь… Ну так, хватит троллить, это уже не смешно. I'm serious. Market… Ну это факт, че, серьезно? Так, меня самого это удивило, что здесь трактора производить дешевле и выгодней, с прибылью, и их продавать, и наверняка их можно отсюда продавать по нормальным странам. А ты хочешь в Россию ехать? Иди подавай в компанию и все. Скажу… Хочу работать в русской компании… Да! Combine Harvester… Harvester! Это можно в Dune 2 играть! Да, ты будешь ездить по золотистым полям… Yeah… Да, в 1970-х они вообще… 70%… … …. … к смысле 70 процент тракторов здесь был было имя сделано коре дана 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 любимов президентом в бухер индус рис на тракт в division это та ну они короче выкупили все так купили заводик делают теперь канадский трактор русские трактора русские трактора производится только в канале гордитесь гордитесь родиной вот так по моему все правильно взяли купим купили самую всю фабрику и их не технологии как который в принципе выглядит красиво да у но тогда значится ну да они начинали очень хорошо поэтому они типа захватили этот рынок они были дешевые довольно таки неплохо построена вот это откровение в подкасте они купили в 2007 году ну ладно хорошо мы пять лет не знали что плата 6 лет не знали что этот теперь к нашим купить но по сути дела получается что они купили вместе с технологией и потом это а вот этот трактор который русский трактора да да знаем как будто дизайн с россии пришел а сейчас я этому прям поверил мы купили они купили ну купили да вот и все а там и нас к и говорят что наследие тракторов осталось из-за уважения общепредименному бренду но они 66 года по моему да то бишь начали они гораздо раньше но они очень разогнались в 66 году и они типа аля очень известны в северной америке и так далее а сейчас русский купили круто молодец правильное решение в россию невизе но самое классное откровение конечно то тоже в канаде меньше платить рабочим надо да да я на самом деле подозревал что этот что стоимость производства рано или поздно сравняется я просто не ожидал что так быстро произойдет то есть я не ждал что уже ну там еще лет десять плюс-минус пока там до сюда факт вот все что я могу сказать но все вихтом некуда те ехать приедешь ты на родину оттуда все заводы в канаду везут да и вашу воздух чистый будет кстати а вот по порчу воздух да не не сидеть там чего-то для обсуждения вот сиди смотреть не могу я отпечатал этому менеджеру чтобы он пошел выключил термостат в апартменте что не произошло чуть здесь у нас сегодня у нас сегодня у меня дома сегодня палево скажем так у нас здесь так устроено что апартмент который подо мной контролирует температуру пол в моем апартменте в итоге даже при скажем так них не холодной температуре снаружи здесь получается довольно жарко так сделано апартмент очень криво-косо смысле криво-косо инженер инженерии на грани фантастики для тех кто любит тепло это будет просто шикарно вот а поскольку я не очень люблю тепло то для меня скажем температура 21 градус самое но а у меня в апартменте с открытыми окнами и наружи сколько градусов не обновилось на улице ванского градусов на улице подруга 24 градуса на улице здесь вам парнинте на все 25 или 26 на данный момент я подозреваю а вот и фишка в том что в прошлом году подо мной жил товарищ с болезнью вот ему было холодно и он короче говорят термостат накрутила был пришло уже лето на улицу и было невыносимо я попросил пойти и короче выключить они не хотели с товарищем спорить потому что он скажем так был смертник у него неизлечимая болезнь вот они просто пошли и вырубили рубильник а сейчас они наверно обратно врубили рубильник потому что скоро зима будет возможно кому-то хочет чуть потеплее а термостат наверно они не исправили и получается что мне опять пекло так что мы пришлось невозможно нереально так следующая статья обсудить старая сесса в сша задержан задержаны владельцы анонимный онлайн рынка сил крут находящийся в зоне в зоне dot union анонимной сети тур статья а я уже открыл и женяю так кто знаком со статьей но я так глянул меня прикалывает то, что, знаешь, как АТОР, анонимно, все зашибись, пришли, взяли. О, там вообще красивая история. Это зашибись просто. Не, не, там красивая история, там охуенно красивая история. Во-первых, он там рисовался, давал интервью к какому-то издательству мощному о том, что вот, насколько важен этот бизнес и все прочее, что у них детского порно нету, и там еще каких-то продажи, что-то какого-то тоже нелегального контента нету, вот только занимаются торговлей всякими химикатами. А, ну, в смысле наркотиками. Вот. Я с утра сегодня успел прочитать одну страницу из двух страниц на АРАСТЕХНИКА. Я остановился примерно где было начало того, как он там кого-то пытался или кого-то нанял, чтобы убить кого-то. Там кто-то из анонимных пользователей этого сайта получил откуда-то какие-то личные данные народа и сказал, что публикует. И он нанимал киллера для того, чтобы убрать этого чувака. Да, но статья, на самом деле, кто хочет прочитать целиком статью, идите на АРАСТЕХНИКА. Там, то есть на английском, но очень замечательно, просто великолепная статья. Да, я думаю, есть русские технические сайты, которые... Ну, тот же Хабра... Не. Наверняка переведут на Хабре все это. Вот, но там очень интересно. Его, на самом деле, нашли через... Не через Тор, его поймали, по сути. Скажем так, можно попарануить... Всегда человеческий фактор. Да и нет. Можно попарануить по поводу НСА, в принципе, даже ризнобли попарануить. Вот, но, судя по статье, они его отыскали через социальную сеть. Судя по статье, они... Ну, что, аватар взял тот же самый? Да. Он лоханулся с этим. Да, да, да. Серьезно? Да, он с этим лоханулся. То есть, на самом деле, чувак на самом деле... Он же не компьютерный чувак. Он абсолютно... Он физик. Не, но он при этом вроде как был такой... Судя по интервью, он достаточно заточен на паранойю. Там никаких личных встреч, ничего это самое. Никаких сотовых, ничего такого. Да, насчет, не знаю, личных встреч в статье написано, что... В общем, у него там была какая-то своя философия, которую он толкал и опубликовал пару-тройку статей. До того, как все это произошло. Вот. И его мысль была о том, что, значит, когда обычно происходит всякие... А потом анализ текста можно устроить. Нет, там интереснее было. Вот. Но его идея была, что вот эта продажа наркотиков, дилеры, продавцы, все это обычно, все это очень опасно, потому что все это происходит на PvP-сервере, по сути. И тебя могут всегда пристрелить или побить, или еще... И плюс при этом ты не можешь никак проверить рейтинг продавца. Он тебе может впарить такой фуфло, от которого ты ноги склеишь с ластами вместе. Да. Или это вообще полиция будет. Да. Я так понимаю, на его сайте продавцы, если продавали хороший товар, получали отзывы и, соответственно... Да. ...что этот дилер проверенный торгует хорошей шмалью, поэтому... Вот. Но идея была в том, что он, короче говоря, все это дело создал. Но потом ему нужно было привлечь людей. Короче, а все это началось с того, что, значит, полиция, полиция, ФБР, там еще пару служб с непонятными трехзначными буквами, начали, пытались пробраться к нему, доломаться и все остальное, но, к сожалению, они так и не смогли понять, кто это и где это. Вот. В этом смысле Тор реально рулит. Да. Ну, конечно. Но основная фишка, что они начали сначала. Они, типа, надо найти этого чувака, поскольку мы и так не смогли, давайте, типа, воспользуемся старыми добрыми способами. Они начали искать, где появились самые первые упоминания об этом сайте, потому что он начал рекламировать через интернет, заходите, продавайте, покупайте. Вот. Они нашли, типа, там, его ник, но у него, естественно, другой был ник. И потом они начали через этот ник, там, искать related posts, вот, а также еще каким-то образом пытаться найти, а, через YouTube, там, что-то он постил на YouTube или еще что-то. Вот. Но идея в том, что они следили, значит, за каждым, где он появлялся или где он даже ставил на YouTube или в других местах лайки. То есть, у них, они договорились с абсолютно приватным и не сдаваемым гигантом. Источником. Да, Google. Вот. И они начали смотреть везде, где вот этот вот аватар его, вот, где он появлялся, потому что сейчас же ты регистрируешься на Google, а потом логинишься везде по интернету, да, вот, отслеживать. Потом смотреть, какие даже линки, какие посты он поставил лайки, потому что тогда это потенциально он мог сам быть, то есть, его другой аватар. И вот так вот они начали следить, и в один прекрасный момент они докопались там, где он со своим настоящим Gmail, вот, типа, то ли лайкнул, да, кликнул. И вот это вот, как они определили, кто он такой. Можно целый роман написать. Фатальный клик. Да, да, вот. А вот он один раз лоханулся, он где-то там оставил. Вот. А потом они уже, когда поняли, кто он такой, они начали уже искать, типа, как к нему добраться и как доказать. Вот. И все-таки, я считаю, это человеческий фактор. Вот, хочешь ты вести нелегально какой-то бизнес, заведи гребанный ноутбук чисто для этого бизнеса. А он так и делал. А как он зашел со своим домашним e-mail'ом и кликнул? Ну, как? Ну, в топе сидишь и... Ну. Клик, готов. Ну, он логнулся в Google и все. Ну, так вот, сиди на этом ноутбуке, здесь у тебя вот пиратская деятельность. Ты здесь логинишься только с этим левым и тем самым. С домашнего ноутбука ты вообще не заходи ни на контент, который относится к вот этой работе. Я предполагаю. И все. А, кстати, на Stock Overflow он тоже нам, оказывается, вопрос спрашивал. Ну, это так. Я думаю, что произошло, это то, что он поначалу как бы своим домашним, скорее всего, пользовался, чтобы как бы понять, как это соорудить. А потом, когда кликнул, он уже перешел, потому что его скрутили в библиотеке публичной с лэптопом, когда он логнулся, видимо, в сеть и на свой сервер. Вот, тогда его загребли. И еще у него отобрали, сколько там написали, 3-6 миллиона долларов в биткоинах. Да. Круто. Кстати, что дурак. Потому что я уже столько статей видел. То есть, угнай твой кошелек в биткоинах, это как два пальца об асфальт, и никто по этому поводу ничего не сможет сделать. Засадили тот же какой-нибудь Троян или еще что-то, достаточно унести твой кошелек, если он у тебя не закодировал. А если у тебя кейлогер, то он еще и пароль снизит в кошелек. И все, и хана, и у тебя никаких больше вообще подтверждений, что это деньги были твои, в принципе. Я кому-то пойду жаловаться, даже если есть подтверждения. Ну, в принципе, да, как бы ты одобрил своим паролем перевод всех своих денег к неизвестному чуваку, да, вот написано, что ты своим паролем подписался, и все. Вот, короче, да, вот он там, вот фатальный клик, вот правильно, вот правильно, фатальный клик был у него. Так что, если ты вдруг, Ваня, думаешь насчет этих самых квадрокоптеров и перевоз нелегально человеческих трупов через границу... Почему я буду легально это делать? То надо это самое. Они даже живые будут, когда будут перевезти. Живые трупы. Поставляем зомби, зомбо-атаки на Америку. Да, так что... Если они потом совершенно случайно окажутся трупами, я тут совершенно ни при чем. Переезжали они живыми. Хотя, на самом деле, я думаю здесь, молясь нужно иметь хорошую долю чисто паранойи, потому что, не знаю, мне просто... Ну, раскрутили, конечно, далеко. Да, раскрутили далеко. Ну, я предполагаю, что, в принципе, они, наверное, его скрутить могли до этого... Я думаю, потому что там был какой-то момент, что они каким-то образом попали на его сервер или что-то такое. Откуда они какие-то данные получили? Но они не пишут откуда. Типа там, непонятно. Я, наверное, взломаю, я уверен. Могу голову на трубу... Взломали они сервер, просто поскольку это легальная система, а не... Надо было нас поймать на горячем. Да, да, вот именно. Все-таки этим государство и отличается, что если тебя прижали, хвост наступили, то наступили законно. А не так, не теми же методами, с которыми они борются. В этом... Я сегодня... Вот я там линк прикрутил к этому, к подкасту последнему. Называется... В конце. Полиция Канады говорит по-русски. Там 30-минутное YouTube-видео, если ты не хочешь кликать, вот, то и не кликай. И там интересное интервью такое с полицейским, который в каком-то году переехал из Украины. А, нет, это я не видел, не в Торонто. А, да, не видел. И это, он достаточно интересный. Во-первых, он это... Они там в моменте интервью остановили одну машину, потому что тот перестроился из ряда в ряд без мигалки. Ну, без сигналов. Но он его остановил и просто показывал, как он это делает, подошел там, сэр, все такое. Во-первых, он, когда полицейские подходят, он сразу снимает микрофон с этого, у них там пристегнут возле этого самого светового, этого щита. Пристегнул, все, дальше все есть разговоры записываются. Тут же стоит камера, все, где-то камера. И он начал. Вы, говорит, перестроились, но не мигали этим самым сигналом. Я мигал. Сэр, давайте не будем спорить. У меня видеокамера и все зафиксировано. При желании я вам могу это доказать. Вы, вы, все, вы ехали, перестроились без сигнала. Ваши документы, я пойду их проверять. И пошел. И тут же он попросил, вы сейчас камерой не смотрите на мой экран, потому что мне надо проверить его частные данные. Проверил все. Окей, у него все в порядке, регистрация, все как положено. Ну, пойду, говорю, сделаю внушение. Пришел. Сэр, вот ваш документ, вы все в порядке, больше так не делаете. До свидания, всего хорошего. Отпустил показательно. А в чем прикол? А, что-то мысль была. Русскоязычный полицейский, окей. Они ничего, русского поймали? Нет, я пока говорил, я как-то с этой темой и вспомнил вот эту. И мысль потерял, почему я именно вспомнил. Память дурацкая. Но он в России был ментом. Нет, в России он был экономистом, а сюда он приехал. Да, жизнь собачьей все-таки. А, я понял. Вот он как раз и говорит о том, что если кому-то, короче, кому-то надо вот крутить и прочее, то нельзя так взять просто и скрутить. Что именно должны быть все основания и все, и по закону, и как бы все как положено. Объяснить человеку права, все, мы тебя берем, потому что вот это, все, дальше мы тебя сейчас посадим в машину. Как бы, знаешь, объясняет, что ты делаешь. И в то же время как бы нельзя просто взять и скрутить. Поэтому они и этого, владельца Сил Крова, ловили тоже, что не просто так. Но мы подозреваем, что ты владелец этого сайта. Сейчас будем бить по почке и ватербординг, пока ты не признаешься. Естественно, если бить по почкам, то любой признается, что это его сайт. Да, да, это я, да. И еще это я, Билл Кеннеди. Запишите. Да ты же, блядь, еще не родился все годы. Да, хватит только по почкам бить. У него барабаны, я вернулся в прошлое. У меня есть машина времени, я ее продал на Сил Крове тоже. Да, ну, в общем, расстроил, расстроил меня интернет сегодня с этой новостью. А, ты знаешь, это, я не думаю, что расстроил. Мне кажется, в этом есть хороший урок. Ну, хороший урок, конечно, всегда есть, но было бы здорово, если бы он продолжал операцию. Сейчас кто-нибудь поднимет Сил Кров 2, и уже человек будет поумнее. Вот, и этот человек не будет сначала никакие сайты кликать заранее со своего Gmail. Я уже не могу. Я предлагаю вообще. Я уже много накликал. Я предлагаю, у меня сразу есть два очень отличных варианта, как устранить проблемы с финансированием в Америке и поднять новый сил Кров. Надо просто, чтобы NSA сразу подняла сайт, и доходы неплохие, там, шкук он там. Ну, они повысят, как это, прохождение. Вроде бабло появится на такие. И зато потом можно будет всегда брать налоги с наркотарковцев. Да. Вот у нас логи, вы продали на 2 миллиона наркотиков, где, сука, налоги? А зачем? Потому что это просто прекрасно. Знаешь, за переводы они бабки берут, все нормально, деньги зарабатывают, а когда проходит что-то уж совсем такое, они сразу же раз и конфискуют где-нибудь. Они же знают, откуда и куда идут. И они не могут, я так думаю, делать, потому что... Ну, они все могут. Это, как еще в статье, интересно, было написано, потому что... И, кстати, это интересно. Я не знал, но этот товарищ заказал фальшивые документы из Канады. Вот, и якобы на почте при проверке, естественно, не описывается, как проверили. Просто при случайной проверке, во что я не верю, вот, они, типа, обнаружили его документы. Ага, сейчас теперь, случайно, да, абсолютно. Когда последний раз на почте? В Канаде на почте? С Канады в Америку шло. А, на границе, понятно. Да, случайно решили проверить. Так он что, их забрать не смог или что? Не, наверное, послали дальше. Знаем мы какие проверки. Да, что, фальшивые документы, все законно. Да. Ну что, я пас тут пересылал по почте, как бы. Ну, я, правда, по Канаде, поэтому. Я лично вообще... Ну, если это официальный паспорт, почему нет? Ну, а что, фальшивые, может, точно так. Ну, я... Посмотрели, он похож на настоящий, наверное, настоящий. Все отправили. Да, я вообще за местный бизнес, поэтому если делать там дорогу, да, то надо там какую-нибудь сделать Canadian Road, да. И продавать наркотики от канадцев к канадцам. Ну, или американцам. Не, ну, нахрена через границу, там, не дай бог. Нафиг. А через границу будем как раз на квадрокоптерах перевозить. Местные перевозки. Местные фермеры, местные потребители, местные перевозки. У нас здесь не так, мне кажется, хорошо должно вызревать по сравнению с... А, две самые... С Калифорнией и прочими солнечными штатами. А в Братиш-Коламбии на что? В Братиш-Коламбии у них климат... Что, прям калифорнийский? Ну, не знаю, но там ферм достаточно. А, гидропоника, фух. Я, ну, как, ну, я на самом деле не знаю. Так, некоторые люди говорили, что они там, знаешь, ездят на летнюю работу. Чтать, а вот это интересно. А вот это интересно. Они нанимают? А? Нанимают? Ну, в принципе, можно спросить. Нанимают, но могут поймать тебя, а ты же выращиваешь. Ну, нет, там маленькая проблема. У тебя просто, знаешь, как бы загоняют, типа, вот поши, а потом, когда будет урожай, ты типа, а-ля получишь, слой как? Чего, тем же, той же самой травой? Ага. А, нахуй такую работу. Что, я тебе, конечно, буду давать? Ага. Ну, что, нахуй, сам вырастил, сам еще продавай? Ну, извини меня, поработал, блин, поработал, там, какими-нибудь, скажем так, два месяца, и вернулся, блин, с пятью килограммами, блин, травы. Спасибо. Фиг ли, нет? Не, я думаю, это как сельскохозяйственная работа. Нанимаешься, как на ферму, приходишь, тебе дают жилье, поработал лето, тебе платят там 15-20 долларов в час. Конечно. Поехал домой всю зимовую. Поставят в лесу палатку. Ну, блин, а что? Охраняют потом, как это, будешь в новостях. Делянку наркотиков охраняли медведь, волк, еще там какие-то породики животных. Ну, а что, сидел в лесу, начал от скукоты тренировать животных. Нет, абсолютно. Через некоторое время живут, не привыкли, стали охранять Делянку наркотиков. Мим тоже не весело. Одно то, что я помню, этот, типа, рассказ, говорит, там, знаешь, под горой, типа, такое местечко, где обычно, ну, как бы, ну, прохожие туда просто не попрут, потому что выглядит, как будто там, там, пиздец, сейчас оттуда не выберешься. Говорит, там такая классная полянка, туда никто не ходит. Засадили там, и ничего, нормально. Ну, вот, именно, знаешь, вот, вся идея, это именно, там, знаешь, спрятать, блядь, в лесу. Да, Google Maps еще никто не изобрел. Не, ну, я... Я вот с Виктором согласен. Если делать, то надо делать в этих, как она называется. Теплице. О! Не, ну, в теплице они здесь делают. Теплице под землей. А? Не, зачем под землей? Ортрес. Не, не, здесь, здесь, здесь... Одни разборки... Потому что, если без земли делать, их видно с неба. А так, их копал на несколько метров под землю. И даже, если делать тепловую съемку местности, то можно и не заметить, что там теплица. Как их ловят в квартирах? Когда люди выращивают траву в квартире, у них такой обогрев здесь включается, что просто у тебя здесь просто ледяная погода, по сравнению с тем, что у людей, когда они выращивают траву. Серьезно? Да. И они все закрывают, потому что должна вот такая быть влажная атмосфера, очень горячая. Проблема с этим, что при фотографировании сверху тепловым фотоаппаратом видно, что, о, вот этот дом, почему-то крыша раскалена. Интересно почему? Давай проверим. На самом деле, если это в домах делается, то обычно они не парятся, они смотрят по этим... Бил. Да, 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 именно. Вот, поэтому, когда они выращивают в домах, они выращивают вот в таких домах, потому что там-то ты, ну, хорошо, один же парит во все, правильно? Плюс-минус окей. А вот, но, в принципе... Вот, у меня появилась идея для нового соседа, если это товарищ врачи уйдет... Мы его комнату закроем, переделаем под теплицу. Красота! Да, может будет облепить там пенопластом сюда, кое-термоизоляция на всякий случай, чтобы снаружи не было видно. А эти, а выхлопы можно всегда через этот... Как он? Через воду пропускать, чтобы она там фильтровалась и в ванну смывать. Во! Вот это вот правильно. Потому что одних чудиков поймали, потому что у них этот... А, кстати, как фильтровать воздух? Через воду? Просто тупо через воду. Бонг, блять, бонг! Делаешь? Курил же этот, как его, гашиш или из этого? Нет. В бурбуляторе? Нет. Бурбулятор знаешь? К сожалению, бурбулятор знаю, но не курил. В смысле ты не курил? Гашиш в бурбуляторе, я не курил. Ну, не гашил, что, блин, этот... Табак. Да, курил. Ну, идея та же самая. Виновен, товарищ полковник. Та же самая. Просто... Да нет, я что-то подумал, надо воздух раскалять, а потом пере... Ну, ладно. Нет, если достаточно стадии сделать, то почему нет? Там все, что будет вонять, оно осядет. А почему вы так много воды используете? Ага, о, блин, а то найдут по воде, да? Как будто здесь... Часто моюсь. Да. Жарко. Здесь так жарко, да? Вы же топите сильно. По счету проверьте, вы же топите сильно. Вот это будет давать. А мне жарко, я часто купаюсь. Да? Ну, и что? Нет, здесь люди частенько делают этот в бейтментах и так далее. Устраивают. Ну, типа семья живет. Проблема. А вот разреши траву выращивать официально, проходить тесты и сдавать ее государству. И нормально? Да, я так считаю. Да, блин, здесь каждый второй начнет ее расти. Да хуй тебе. А вот это будет хорошо. Когда будет каждый второй выращивать, во-первых, они сами будут ее потреблять. Уже хочет. И не надо им продавать. А во-вторых, цена упадет на их работу. Сейчас этот прибыльный бизнес почему? Это не особо прибыльный бизнес. Тебя могут посадить. Растить, хотя неплохо без этого. С этой травой. И все. А так что? Когда каждый второй растит, кто будет выращивать? Скажет, а, да что? У нас полдома выращивает. Кому я продать не смогу, государству сдать. Цены очень низкие. Скажут, нафиг не нужна ваша трава. Ну и все, придется только самому курить. Но за Билл придется платить официально за счеты, за прочие, за электричество. Не, ну я думаю, они лицензии типа такую будут делать, что только большие кореи. Профессиональный выращиватель конопли. Да. Коноплизаводчик. Как это делается? Знаешь, как всякую шмаль отвязать от легального бизнеса? Легко, законы. Проводим нужные законы во благо всего человечества и все. И ты смотришь и думаешь, ахуеть, сейчас я буду выращивать кустик дома. Мне нужно целое поле, чтобы нормальный бизнес вести. На целое поле нужно большой лон. На большой лон нужны и все. Так, Некроз, жирная тема для треда. Обсудить. Вот, дал ссылочку. Ферма рассказывает о появлении и распространении в России. У нас что, геймеры что ли есть в подкасте? Видимо. Некроз, большое спасибо, но я не успел посмотреть. Давай оставим на следующую неделю, потому что... Перепости, Ваня посмотрит. У меня, к сожалению, часа времени и чуть нет. Нет, я посмотрю, потому что это интересно. Вот, Ваня посмотрит. Любительная пристройка тебе интересна. Ему... Ну и сколько у меня дэнди было? Ему все, что про игры интересно. Так, ладно, давайте дальше. Левапс. Роскомнадзор начал блокировать сайты с текстом детская порнография. О, открой. За тексты с детской порнографией. Блин. Ну, это мы прочитали. Вот, так что... Поздравляю. С текстами, содержащими детскую порнографию. Я в этом участвовать не буду. Вы разберитесь сами. У меня, если честно, слов нет. А почему у тебя нет слов? Да потому что я... Я это вообще не понимаю. То есть... Ну... Не, ну это... Камон, ну серьезно... То есть... Мое личное мнение, и оно общее, не конкретное, что вот судя по этому всему, проходит... Вот это супер ирония. Писатель Лукьяненко Сергей Васильевич прокомментировал данное решение следующими словами. Если писатель или художник создает детское порно, надо ему руки отрубить. А кто передает на словах, язык отрезать, говорит он. Детей нельзя трогать. Лукьяненко читал когда-нибудь? Нет. Да у него практически в каждой книге какой-нибудь тринадцатилетний ребенок с сорокалетними мужиками дружат. Я слышу иронию. В том-то весь вопрос, что у них там такие отношения, что как бы... Ну, может он просто захотел вынести конкурента, фигля. Правильно. Его-то тексты одобряются. Не, ну, насколько я понимаю, Луки... Ты имеешь в виду именно этот? Да. А, это фак. Писатель Лукьяненко. О, боже. У него в текстах там... Доперло. Как бы... Все доперло. Нет, самое... Ну, конечно, нету того, что кому-то куда вставляет, но при этом неоднозначно отношение старших персонажей к детскому персонажу. Защита, обережение, забота. Погладить ребенка, чтобы успокоить и все такое. В общем, по мне, так они законы настолько, как это, обширно пишут, что подвести можно фактически под что угодно. Ну, я не понимаю. Я вот не понимаю. Вот пишут рассказ, например, да? Он там раздвинул ноги, засадил и все прочее, да? К примеру, рассказ порнографический. Да. Ну, то есть нормально. Внизу приписка. Ей было там 9 лет. Все. Все было. А, нет-нет-нет, это нормально. Но если ты написал в тексте детская порнография, то тогда уже... А, это за сами слова детская порнография? Нет-нет-нет, садись... Блин, твою мать! Читать! Я подумал, что именно за слова детская порнография. Нет-нет, а именно это, содержащие описание детской порнографии. За тексты с детской порнографией. Трейдмарк. Да. То есть... Мысль у нас... А если рассказ просто про маленькую... Вот, про взрослую, но про физически маленькую женщину. Он там типа гладил ее маленькие ручки, там еще что-то. Да. Ей еще... Это как? Ей еще не было даже метра. Ей не было еще 40 лет. Факенболчат. Что за бред какой-то? Да они просто доебались и все. Это Маня, короче... А, детская порна, давайте теперь во всех видах. Даже если кто-то подумал, будем приходить и голову отрывать. Да у них там RedScare сейчас идет, и все. А по-моему, Маня только что подумал про детская порна. Давай по голове постучим. Да, голову отрубим. Ты об этом подумал? Не надо. Ну что мы, какие-то дикари голову тебе рубить. Тащи гвоздь и молоток. Выбивать тупые мысли, да? Хватит конгрессингом заниматься. То, что американцы называют, мы тебе сделаем surgical strike. Именно в точку нужно ударим. Как она называлась? Лоботомия, блин. У него нужная точка. Да. Примерно вот здесь вот, знаешь? Так, ладно. Про межкулаш. По местным и неместным новостям. Так. Очень интересно. Недавно федеральное государство откатило нашему местному городу 20 миллионов баксов гранта. Не кредитов, а гранта. Вот. За то, чтобы сделать Виндзен-Интернациональный аэропорт Cargo Village. То есть, торговом... Деревне. Даже не торговой деревне. Грузовая деревня. Вот. Да. Ну, еще статья идет. Там много мастурбации по поводу, что они построят. Короче, оказывается, они наняли какого-то аналитика из Германии. Отвалили ему, по-моему, 200 тысяч баксов или что-то такое. Вот. На что он им произвел анализ отверстия в Виндзоре. И постановил, что поскольку у нас рядом Детройт, у нас есть аэропорт, то было бы здорово сделать вот этот вот торговый... Блядь. Карго. Грузовой хаб, грубо говоря. Ну, кар... Подожди, хаб это по-русски? Блин, карго по-русски, блядь, карго. Серьезно? Есть, карго, как... Но это больше такой специфический термин у этих самых моряков, по-моему. Ладно, грузовой. Слово есть в русском, грузовой. Пусть будет центр. Билла идет как-то совсем перерыв. Так что она будет делать? Ничего. Они собираются отфигарить... Большую грузовую базу... Да, они собираются отфигарить большую грузовую базу рядом с аэропортом, где туда будут приезжать автомобили и прилетать самолеты, и будут перегружать и все остальное. Как это выгорит на самом деле, будет ли это прибыльно или нет, Судя по немецкому аналисту, Люфтганзе... 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 Ну, Люфтганзе, здрасте. Люфтганзе, это одна из компаний мировых авиаперевозок. А что они хорошо воевали в войну? Нет, нет, это Люфтганзе был, по-моему. Ну, Люфтганзе самолеты делала, и пилоты были Люфтганзе. Ну, вот видишь, жалко пилотов уволили. Ну, ладно, пришлось им сделать... У них до сих пор. Это одна из компаний, у которых просто настолько мизерное количество авиакатастроф и прочих. Летайте немецкими компаниями. Однозначно. У них нет чувства юмора, зато вы долетите. Люфтганзе, потом эти самые авиалинии, австрийские авиалинии. Я когда выбирал себе этих... Только не канадскими. Кем лететь, я посмотрел. Это одна из самых дорогих компаний, этот самый австрийский авиалинии. У них за 30 лет стажа была одна авиакатастрофа. Разбился русский самолет с русскими пилотами. Извиняюсь. Да. Так вот, говоря о грузовом центре. Короче, да, 20 миллионов выделили. Насколько я понимаю, сейчас они будут там сверлить, пилить и все это дело строить. Работа. Ну да, по сути, по сути, да, это и есть инициатива нашего мэра, что надо больше и больше создавать работу. Я, кстати, не помню, если я предложил эту статью, сейчас посмотрим. Да и кухонный бабай. Нет, я не приложил эту статью, но здесь же не так давно, а, ты никогда не был аэропорта, отгрухали огромный ангар. О-о-о-о, огромный ангар. Вот, мы, правда, долго не понимали, для чего он был, но потом прочитали. Оказывается, они отгрухали ангар для ремонта всяких Боингов и всего остального. Все, что здесь может приземлиться. Подожди, здесь кто приземлялся? Самый большой самолет в мире? Какой самый большой самолет в мире? Брия. Русский самолет, да. По-моему, не так он назывался. В общем, какой-то здесь огромный садильный русский самолет. Да, русский крызовой. Ну да. Я просто не помню, но как-то не... У него другое имя есть? Мечта. Это был, наверное, сарказм. Нет, брия переводится как мечта с того самого белорусского или с какого. Ну ладно, в общем... Короче говоря, отгрухали ангар, наняли что-то там 60 людей с Куебека, почему-то специалистов. И, кстати, гоняется этот ангар какой-то кубекской компании. Кубеку, астраны. Надо отделить их. Да. И через, по-моему, через год или через два они ожидают, что там что-то должно до 200 человек работать. Этот ангар родит. Ангарчик поменьше. Ёхан и Бабай, сколько мне они могут писать? Пиздец. Население, рабочее население подняет до 200 людей этого ангара. Ну, в ангаре жить будут. Ну, круто. Вот, и вот, а здесь теперь еще отгрухают еще один ангар. Так что так. Очень интересно. Ну, здорово, что городу дали 20 миллионов, так что. Круто. Теперь в мэрии новые машины будут. К сожалению, эти 20 миллионов, скорее всего, пойдут в кейбек. Да. Ладно тебе, господи. Или доктору Шмидту. Да ладно, канадская компания, по крайней мере. Да-да, типа, которая трактора делается. Да, ладно, посмотрите. Потратить все деньги на трактора, да? Так, возвращайся, кстати, к аресту и слегка... О-о-о, ништяк. Самое время покупать биткоина. Да, этот Silk Road. Когда, короче, арестовали этого товарища с его дорогой, за, по-моему, за три часа стоимость биткоинов упала на 20%. Я сперва тоже ахнул, потом дочитал до последнего, по-моему, абзаца или до предпоследнего. Оказывается, это не самое худшее падение биткоина. Поэтому, с одной стороны, 20% это здорово, но с другой стороны, в общем, и не такое пережили. Поэтому, ну, интересно, интересно. Я, в принципе, давно спекулировал на тему, что драглорды, наверное, переводят денежки в биткоины, поэтому стоимость так хорошо выросла. А тут они посмотрели, наверное, попытались вытащить. О-о-о, пора менять. Не, ну, люди на секунду там труханули, что, типа, о, сейчас пипец, а потом, а-а-а... Ну, в принципе, только один чувак в другом месте можно поторговать. И передумали. А, вполне возможно. А, возможно, кто-то просто устроил, знаешь, ажиотаж, чтобы напугать людей. Так, ладно, следующее. Вы это уже обсуждали? Нет. Взломали. Взломали этот... Как это по-русски? Сканер пальцев на айфоне. Взломали. Все, все пропало. Вот. Слава богу, что я не писался на прошлой неделе, иначе я бы точно... Плакал бы. Да. Расскажи нам. Ну, в общем, как ты любишь говорить, журналюги! Все, как обычно. Журналюшки. Да, они все размазали. Во-первых, написали «взломали». Вот, типа, закрякили. На самом деле, нихрена не закрякили. А, стоп, это не та статья. Ну, не важно. Это статья про то, что они здесь 19 тысяч долларов предлагали, чтобы взломать этот скамер. Скамер. О, скамер, это хорошо. Сканер. Вот, но... Покупайте новый айфон. Айфон со встроенным скамером. Нажимаешь на кнопку, и тебя скамят. А, во, я про другую статью думаю, про вторую статью. Упс. Ладно, неважно. Предлагали 19 тысяч долларов, но они вам уже не светят, потому что уже, уже, уже... А, мы же как раз говорили, что победитель взял 19 тысяч долларов в виде напитка алкогольного. Серьезно? Нет. Ну, мы же сказали, что это можно пить 3 года. Мы подсчитывали еще. Это он тебя троллил, что 19 тысяч долларов он переводил в алкоголь. Вот. Что, мол, потом еще вы считали, сколько это пить. Да. Это его мечты, перевести 19 тысяч долларов. Так он и говорит. Вин бус. Это когда они только анонсировали, что они заплатили столько бабок. Они когда сломали. Ну, в наличке, биткоинах и бухле. Бухлом. Бухлом, да. Только Ваня сразу же только сфокусировался на последнем слове и начал резко переводить 19 тысяч, да, в бухлом. Потом считать... Три года каждый день по полулитра виски. Да. Ну, в общем, да. Как средний первый рацион. Коктейль прощай печень. Зато я три года буду весело жить. Если доживешь. А может быть и не будешь. Зато будет, чем помянуть сразу. Вот. Но переходя к следующей статье, которая adjacent к этому. Да, уже все взломали. Прости-прощай. Компьютерный клуб Хаос. Вот. Это дело одобрил. Но терминология опять здесь кривая. Они пишут, что все пишут про то, что взломали. На самом деле они спуфнули. То есть просто обманули. Сканер. А краткую историю рассказать могу. Длинную историю я сам не понимаю. Краткую историю. Они, короче говоря, взяли, отсканировали палец. Распечатали с этим... На максимальной настройке тонера. Вот. Потом они что-то на это дело налепили. Потом еще клея добавили. И еще чего-то сверху. И в итоге у тебя как бы получился... Ну не селикон, а искусственный пальчик. Искусственный... А-а-а-а-а-а. Пшшшш. Да. И, в общем, эти товарищи... Насколько... А что ты... Если это работает, какая разница? Да, но это не хак, это спуф. Это да, это... То есть ты обманул, ты это... Да, ты прикинулся коем-то другим, по сути дела. Ты не сломал, как бы, технологию сенсора, ты просто прикинулся другим человеком. Еще раз доказываю, что технология биометрического сканирования, в принципе, требует больших доработок, потому что твои отпечатки уже давным-давно могли снизить, использовать, даже чуть ли не отпечаток радужки уже подделывать. Но суть до дела, что эти товарищи раздули все это дело, да, максимально... Взломали! Велось, да, взломали и все такое. И они, типа, говорят о том, что, ну, это было легко. Вот, потом, по-моему... Профессиональные журналисты осветили профессиональную статью. Не-нет, про то, что это было легко, это они сами там гнули, этот клуб любителей компьютеров. Вот, а потом другая еще, другие ребята тоже взломали, но они уже по-другому взломали. Заместо того, чтобы, типа, сосканировать свой пальчик, вот, они снимали отпечаток пальца с айфона. То есть, они сперва приложили свой пальчик к айфону, потом этот отпечаток сняли и, значит, повторили в эксперимент. Вот, но они... Не, ну вот это правильно уже было. Да, они подходят уже с другой. Ну, они описывают процесс, который слегка сложнее и менее точный. Потому что, когда ты снимаешь отпечаток, там, как бы, еще его чистить надо. То есть, тебе нужен, соответственно, по-моему, там, high-definition фотоаппарат и еще чего-то. Потом тебе нужен фотожоп, чтобы это дело почистить твой отпечаток. Ну, и потом, соответственно, сделали интересные выводы. Я послушал Security Now, вот, и там очень интересные выводы сделали. В особенности, включили в поток мозговой активности статистику использования. И, оказывается, порядка 50% людей не ставят на свои телефоны этот, как это называется, пины. Вот. То есть, ну, когда там должен вводить, чтобы открыть телефон. Я, кстати, один из них. Я человек в статистике. Вот. И, то есть, по сути... А ты ставишь пин? Нет. Блин, какая ложная статистика. Из трех человек все 100% не ставят пин. Да, только, как это называют по-русски? Ну, по-английски... Репрезентативность выборов. Да, по-русски, наверное, так и будет, по-английски. Не помню. Но, что интересно, они сделали правильный вывод. То есть, они вымешали статистику и сказали, что сейчас вот этот 50% скорее всего будет этим... А вот, почему они не пользуются пином? Потому что им просто баблом вводить. Что, в принципе, да, я вот мне баблом... Не знаю. На моем телефоне сколько? Два года уже этот датчик-сканер стоит, опечатка. Я с этим все равно не стал заморачиваться. Да. Потому что не достаточно... Ладно. Вот. Но, да, то есть, я на самом деле из-за... То есть, а, мне на телефоне на самом деле нечего смотреть, ну, посмотрите почту. Окей. Обидно, печально, ну, ладно. Хотите поиграться в игры, ради бога, а мои голые фотографии лучше... Ну, могут, конечно, затвитить. Неприятно будет. Ну, скажем так, знаешь, не... То есть, в принципе, если они... То есть, Apple показывает этот сканер действительно, что он так приложил и открылся. В принципе, я бы поставил только ради того, что если я там, я не знаю, забуду где-нибудь, чтобы мои куворкеры или дети, которые вокруг бегают, они просто... Ну, по крайней мере, на работе. То есть, если ты оставишь телефон на полчаса, никто не начнет листать голые фотографии твоей жены. Ну, да. То есть, и все. Да. Тому, кому надо, все равно подключить телефон в режиме, пишем память и все. Но так, в принципе... Именно. То есть, и вот они сделали такое, как бы, умозаключение, что, в принципе, типа, как... Рассчитывать это как на серьезную безопасность нельзя, но как удобство, то это вполне работает. В принципе, я за, потому что, серьезно, я бы поставил ради того, чтобы хотя бы дети случайно не накликали. Самая большая проблема с этим биосканерами, то, что с кем я не разговаривал, они всегда говорят одну и ту же вещь. То, что оно не работает и с ним надо ебаться. Летом у тебя отпечатки примерно так выглядят, зимой у тебя они примерно так выглядят, а там малейшие изменения, и тебе надо проводить 50 тысяч раз. Главное, чтобы анлокнуть свой компьютер. Вот. Ну, это... Они говорили про лаптопы, потому что на лаптопах-то уже давно стоит. Вот. А так, если оно действительно работает, то то, что один раз, ну, мгновенно приложило, оно сработало, двойна. Я смотрел видео, насколько я понимаю, да, потому что, чтобы настроить эту фигню, там, походу, надо анальным сексом заниматься. То есть, там, так приложь, потом так приложь, потом всяк приложь, потом так приложь, потом всяк. Они тебя просят очень много твой палец массировать вокруг да около с разных этих... Ну, в принципе, логично. Так все разобраться. Вот, но... Чтобы потом ему, чтобы удобнее было в НСА передавать хороший отпечаток пальца. Вот, но... Я думаю, очень интересное заключение вообще по поводу авторизации, что они говорят, что вообще использовать незаменимую часть тебя, как бы, ну, имеется в виду неизменяющуюся часть тебя, плохая идея. Потому что, если кто-нибудь снидет, и неважно что, то как ты потом поменяешь? Во-первых. Во-вторых, инциденты случаются. Захлопывал дверь и прищемил палец. Он у тебя набух, синяк. И ты в свой телефон зайти не можешь. Девять, один, один, я сказал, Сири. Кстати, заработают. Ну, неважно. Всегда можно... Приложить правильное место, которое ты суешь обычно никуда попало. То, чем ты дорожишь. Ну, не знаю, не знаю. Так, хорошая новость для всех жителей Онтарио. Теперь вы можете обновлять свои права через интернет. Вот. Обсуждать здесь особо, по-моему, нечего. Все слушатели из Онтарио теперь вы знаете. Да, появляться туда нужно столько раз в 10 лет, чтобы фотографии менять. Все остальное время вы можете свапнуть свою кредитку и получить права по почте. А что, в онлайне нельзя фотографии обновлять через веб-камеру? Еще нет. Но я думаю, через 10 лет они это сделают. Если у тебя есть айфон, то, в принципе, можешь вместе с отпечатком. Да, можно. Они вместе с отпечатком это ошлют. Ты не переживай. Я думаю, там можно будет просто на фейсбуке залогиниться, и они там выберут правильную фотографию. Да, фейсберирую. Так что, наконец-то, наконец-то мы приблизились еще в плане сервиса на один удобный шаг вперед. Так, это опять... Вперед или приблизились? Так, это опять про айфон. Проехали дальше. Да, а что такое? А, это дебил неделя. Извините, нет, иди... Да, премия Дарвина, извините. Премия Дарвина. Ну, а перед тем, как мы перейдем к финальной стадии, хорошая новость для жителей Канады. Кстати, теперь, когда будешь пиздить телефоны, придется в Россию отсылать краденую. Вот, ну, хорошая новость. Правительство, подожди, это правительство, я не помню, чья это была инициатива, но я подозреваю, что государство. У нас социализм здесь. Подмяли, в общем, подмяли всех провайдеров, и теперь провайдеры будут платить и организовывать сайт для этих воронных мобильных. Всех мобильных. То есть, когда у тебя пропадает мобильный, ты звонишь своему провайдеру, говоришь, ты потерял или у тебя украли мобильный, и твой этот, как это, IMEI тут же заносится в базу данных краденых телефонов. То есть, если, Ваня, у тебя спи за телефоном, что очень даже возможно. То есть, наконец-то технология, которая была разработана 30 лет назад, войдет в то русло, в какое намечалось 30 лет назад. Я не думаю, что они именно с этой идеей ее придумали. Индентификатор телефону персональный. У провайдеров всегда была, по-моему, фишка заблокировать телефон именно по твоему аминю. Ну, конечно, я думаю, они это больше для связи придумали. Как уникальный IP, фактически. Ну, да, как в MAC-адресе. Ну, просто, как бы, не совсем. Твоим ID телефоном является твоя сим-карта с параметром на ней. Ты же можешь эту сим-карту воткнуть в другой телефон и все равно пользоваться без проблем. А это вот именно, при этом еще, как бы, информация о твоем телефоне передается по железу. IMEI он и так передавался постоянно. Да, да, но только это свойство, как серийный номер телефона. Да. Ну, а при чем здесь IP-адрес тогда? Ну, я имею в виду, что, типа, уникальный. Ну, типа, теоретически, MAC-адрес же тоже изначально задумался, как уникальный ID этого нетворк интерфейса, правильно? Да, я думаю, как MAC-адрес тогда. Я искал MAC-адрес. Я думаю, MAC-адрес лучше, идиома. Может быть, да. Ну, потому что по MAC-адресу мы не работаем, но он... Вот, но... Кстати, как сетевой профессионал. Кто, я? Нет, ты так просто сказал, что я подумал, что про себя. А ты про кого? Думал, кто-нибудь из вас. У меня вопрос просто был. Ну, спроси, ну, потому что мы из профессионала. Югость, Софтман, чего? О, надо подавать. Ну, ну. Что хотел спросить? Да ладно, проехали. Ну, ладно, что дальше? Что там спросить? Телефон. Ну, короче говоря, насколько я понимаю, какая-то организация или само государство наконец-то напрягло, потому что надо было заставить всех провайдеров в этом участвовать. В этом было. Куда у них было давно, я когда первый раз с ними столкнулся, у них было именно так. Вот если твой... Ну, у них хуже. У них не было сим-карты в телефоне, у них сам телефон являлся сим-картой. То есть, у него как раз вот этот имей и не было сим-карты. И когда у тебя телефон нинзили, ты просто заходишь на сайт и говоришь, вот этот телефон больше не мой. И он больше к сервису не подключен. Но, вот, это будет публичный сайт, то есть, когда ты идешь покупать телефон с рук. Ты можешь прямо там вбить его. А, имей. Да, вот. Но, короче говоря, они заставили всех подписаться. Ну, круто. Ну, что, хорошее начало, полезное. Так что, вот вам еще одна образовательная часть подкаста. И если вы спиздили телефон в Канаде, совсем скоро... Извини, перебью. А ты... Кто угодно может зайти и просто прописал... И я это самый сказал, что он спичен? Нет, по идее, ты должен провайдеру заявить, а он этот имей уже переносит в открытую базу данных. Да. А, окей. То есть, не так, что я вас объявил воровными, и вас поймали. Рандомайзер, рандомайзер, рандомайзер. Да. Вадим, мечтать. Так. Не вредно, че. Так что придется скоро оверсис все телефоны отправлять, к сожалению. Вот и среди наших послушателей, если кто-то скупает ворованные телефоны, дайте нам знать. Да. Мы откроем здесь магазин ворованных. Пун-пун-пун-пун-пун-пун-пун шоп. Я выговорил. Вот. И будем продавать. Так. Ладно. Последней новости. Премия Дарвина. Недавно на границе, на канадской стороне, поймали человека с Торонто. Вот. С марихуаной, с количеством марихуаны в стоимостью в 16 тысяч долларов. Товарищ самый из Миссисаги, в принципе, это никого не ебёт. Исайя Вилдшайер. Да, какой-то небось этот, как его зовут, ирландец небось какой-нибудь. Исайя Вилдшайер, фамилия Вилдшайер, ну хорошо, шотландец возможно. Какой-нибудь Макналти. Ну, да. Вот. Но это всё не важно. Что важно, как его поймали. Короче говоря, товарищ, видимо, поехал в Америку непонятно на какой срок, но на границе он заявил, что он там был 5 дней. И привез обратно шампанского, одну бутылку, которая стоит 10 долларов. На границе пограничники ему не поверили, что он пробыл в Америке 5 дней. Вот. И сказали, что, мол, он там был всего один день, поэтому он должен поехать и заплатить налоги на 10 долларовую бутылку шампанского. На что наш юный гений начал с ним спорить. С пограничником. С пограничником. С пограничником. Молодец. Good luck, товарищ. После чего его завернули и решили прошмонать автомобиль. Как они обычно делают. Да. За место того, чтобы просто завести машину на парковку полную марихуаны. Пойти заплатить налог на 10 долларов. На 10 долларовую бутылку шампанского. Выйти обратно. Закурить сигарету. Никто тебя не трогает. Машину не шмонает. Сесть и спокойно уехать со всей этой марихуаной. Товарищ начал сраться за 10 долларовую бутылку шампанского. Пограничниками. Да. Ну что, не премия Дарвина? Нет. Дарвина, если бы его это, при этом застрелили. А так просто идиот недели. Ну окей. По условиям премия Дарвина выдается тому, кто лишился возможности оставить свой генофонд дальше для потомства. Я когда прочитал, меня так порвал, вот из-за чего. Надо проехать к нему домой и сказать, молодец чувак. Да. Имя известно. Тоже бесполезно домой ехать. Тоже сразу. Где живет, известно. Ты можешь сразу ехать к пункту назначения, где он, скорее всего, проведет некоторое время. Да, да, да. В расслабляющей обстановке. А кстати, да. Можешь родителям посочувствовать. А может, ее жена молодая? В статье не пишут. Утешить надо. Подожди, 16 тысяч. Как это они примеряют? Интересно. Ты смотрел... А что, килограмм, что ли? Ну, видимо, пакет привез. Ты не смотрел фильм Гарда или Гард? Гард. Гард. Гарда? А, нет, Гард. Да. Типа, street value. Which street is it? Да, да, да. А я думал, наркоторговцы всегда черные. Когда черт стоит такой. Excuse me. Приехал такой черный, это грамотный специалист. А этот над ним стебется. Ну, иногда мексиканцы, конечно. Да, мексиканцы. Но черные распространяют. Да. Ты играл. Ты думал, you will, dama, you will, smart. Переваз, когда он это... Увидел такую катастрофу. Раз, такой наркотик. Стоит на берегу моря. Глотанул колеса. Да. Ну, ладно. Усё, по-моему. У меня больше статей нету. И, в принципе... Подожди, а ты что-то пришла в конце? А, это про то. Нет, это про то. Это достаточно забавное видео. Может, я пропустил чего-то где-то. Ну, вот, теперь можно посмотреть сиськи. Кукиз. Да, да. Кукиз. Красиво. Очень красиво. Маленькие. Слишком маленькие. В самый раз ты что? Нет. Ну, для тебя... Вымя подавать. Мне, да. Самый классный человек. Так, в следующий... Две доски. В следующий подкаст коровьего вымя. Женя, пожалуйста. Такие плоские девки его не интересуют. По-моему, нормально и аккуратно. Отличные. Я все целы за. Не, я уже в той стадии своей жизни, что... Если не так хочу, то... Нахуй не хочу. Слишком. Вот, ну, что вот это вот такое? Она сама... Не, у нее хорошие сиськи, но она сама какая-то плоская. Тущая как-то. Ее охота не трахать, а кормить. Да ну. У вас какое-то... И это тоже можно. У вас какое-то непонятное чувство сисек, я вам честно скажу. Это вообще не знаю, что ей сделать. А я там и написал. Фу, такой жирный быть. Ну, нет. Некоторым такое нравится. Она... Не, я не про жир, на самом деле. Меня смущает то, что она в огромном бюстгальтере делает. Да, именно. Меня эта часть смущает. Потому что у нее жирок есть. It's ok. It's ok. It's ok. It's ok. А в косах не спорят. Ну, а это что? Это что, ее бойфренд там дрыхнет? Вот это вот, что такое? Где? А, ну, прижато. Что это за сиськи? Это maybe. Если бы было, конечно, больше. Так, а что мы делаем? Друзья. Закругляй. Давайте заднее слово и... Сиськи. Детская корна. Блин. Ссос. 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 О, блин, реально. Келоманджаро. Келоманджаро. Гора такой. Да я знаю. Но почему здесь одно? Я не знаю. Вот сходил в секс-магазины... Заднее слово очень, очень неопределенно определяется. Да. Поэтому вот чтобы... Рандомно. Да. Чтобы в голову что приходит, то и говорю. Ну, если в секс-магазины я говорю Келоманджаро. Большой черный Келоманджаро. Да. Все. Всем счастья, здоровья, любви и счастья. И сисек. И любви. И сисек. И сисек. А может...